Ключевые проблемы в технологии, а именно Барио Геннезе и темной материи, модельки какие-то. Так скажем, если в темной материи есть очень много кандидатов, и они предлагают постоянно новые и новые, и их можно, так сказать, проверять с удовольствием в экспериментах и так далее, хотя несложно предложить модель, которую нельзя проверить в эксперименте. Вот такой пример очень классический, это, ну, когда мы писали с вами уравнение для скалярного поля, у нас в этом уравнении было слагаемое, которое зависело от времени, там Хаббл стоял, правда, Хаббл зависел от времени. Вот, если вы напишите уравнение свободного скалярного поля в расширяющейся вселенной, вот у вас есть такой некий параметр. Мы обсуждили с вами решение этого уравнения при больших значениях параметрах Хаббла по сравнению с массой, и при малых значениях параметрах Хаббла по сравнению с массой. Ну, теперь мы можем ставить однородное, в смысле, неоднородное уравнение, да, с учетом импульса, там будет ставить К на А в квадрате. Вот. Ну, и тут то же самое, в этих двух предельных случаях решение этого уравнения понятно. А есть некий момент, когда это уравнение на такой простой интерпретации не получает, этот момент, когда у вас параметр Хаббл отказывается в порядке массы. В этот момент, если вы найдете уравнение, посмотрите на уравнение для описания частицы, у нее теряется понятие адиабатичности, адиабатичность нарушается, у нее может ввести понятие частиц. При нарушении адиабатичности возможно рождение частиц, и гравитационное поле, а именно оно отвечает здесь за расширение, да, правильно, значит, оно из-за изменения параметра в уравнении, да, которое описывает частицу, это гравитационное поле рождает частицы в Ранней Вселенной. В этот момент у вас единственный размерный параметр это Хаббл или масса, как хотите, она ни одного порядка, и поэтому количество частиц, грубо говоря, один на горизонт, одна частица на горизонт. Ну, с точностью до численного фактора, который вы можете вычислить, потому что рождение частиц происходит так же, как в квадратной механике, внешняя сила рождает вам, когда частоты совпадают. Вот. Здесь в этом смысле нет ничего особенного, это как бы пример реализации ситуации, когда внешнее поле, внешняя сила зависит от времени. Вот. И так, кстати говоря, представляете себе, что рождаются частицы в Ранней Вселенной, так Вселенная становится горячей, вот с таким, примерно, механизмом. Ну, вот. Значит, ну, вот, тем не менее, здесь это происходит, да, одна частица на горизонт примерно, да, численный фактор, сколько-то пей, до этого вам нужно вычислить, так, по порядку величины, одна частица на горизонт. После этого эта частица свободная, ну, и вы можете подогнать массу частицы, так, чтобы сегодня этих частиц было столько, чтобы объяснить темную материю. Оказывается, масса примерно 10 в 7 ГФ, ни с кем она не взаимодействует, это свободная частица, все, что вам нужно, чтобы в Ранней Вселенной была достаточно горячая фаза, чтобы был вот такой Хаббл с темпом, который обеспечивал темп 10 в 7 ГФ, и проверить такую модель нельзя, да, ну, вот, модель темной материи, все, значит, отлично. Вот, а так, в принципе, модель темной материи, люди делают такие, которые можно проверить на эксперименте, и, значит, в этом все в разы. Борягины есть не такая история обычно, здесь все очень мало механизмов, которые можно проверить на эксперименте, а большая часть их оперируют в Ранней Вселенной, и, так сказать, очень тяжело что-то предсказать для прямой проверки, для исключения каких-то космологических особенностей, значит, вот, при этом, значит, традиционный этот момент обсуждения барионной симметрии начинают с такого замечания. Барионный ток аномальный, значит, вот вы диаграммки обсуждали, значит, здесь там аномалии, гамма-5, еще что-то такое, да, значит, барионный ток аномальный, вот, значит, связь, как выглядит вклад в сохранение барионного тока, с правой стороны стоит вот это ВМЮ, А это бежит 1, 2, 3, это тензор группы СУ2, да, слабая, слабая, слабая группа, у нас там только левые фермионы, диаграммку нарисуете, там прям будет гамма-5, это не сейчас настояр, так, технически это вся вот одна, более-менее даже диаграммка везде, значит, все больше. И аналогично, если написать лептонные, лептонные токи, тоже та же самая история, лептонный заряд электронной, мионной и тау, забыли пока про осцелляцию нейтрина, значит, каждый в отдельности стандартной модели сохраняется, вот для них вот такая вот штука, так, аномальный, значит, ну и, соответственно, на самом деле, вот это вот, из-за того, что это аномально имеет место, у вас может происходить процесс с нарушением лептонных и брионных чисел, если вот с правой стороны конструкция, которая стоит, если ее наполнить полями, полевую конфигурацию нарисовать, такую, что она будет нетривиальной, значит, можно вычислить брионный заряд, это просто интеграл по нулевой компоненте брионного тока, здесь, значит, написана формулка, дальше подставлена вот такая конструкция. Вот если вы, у вас образовалась конфигурация нябелевых полей, такая, что вот эта штука будет, значит, отлично от нуля, она должна быть равна единице, двойке или тройке, это брионный заряд, вот, на самом деле, некий топологический вариант, он только, только такому и может быть равен, но в случае, то у вас происходит процесс с нарушением нерешения элитонного числа, но при этом, смотрите, здесь стоит калибровочная константа связи, поэтому поля должны быть сильно нелинейны, они по порядку увеличены и конечно, на константу связь должны быть. Есть такие решения ябелевых калибровочных полей, уравнение ябелевых калибровочных полей, которые такую штуку делают, так, и в этом смысле брионные элитонные числа в стандартной модели, они не сохраняются. Можно посчитать вероятность нарушения брионного элитонного числа в современном мире, она чудовищно маленькая. Они не сохраняются, но чудовищно маленькая. Потому что появление такой конфигурации очень-очень мало. Мало, так сказать, при наших сагах. Извини, пожалуйста, но в стандартном модели все-таки аномалий нет. Они сокращаются. Правильно? Нет, это калибрующие аномалии. Эти не сокращаются. С кем они? Вареное число. Ничего страшного нет в том, что вареный ток не сохраняется. Я бы упоминал матрицу гамма-5. А, нет, я говорю, что все аномалии так или иначе, все аномалии так или иначе на техническом уровне сводятся к этой диаграмме, в которой стоит где-то гамма-5 одна. Вот эта ровная диаграмма между лептонами и черными? Вот эта ровная диаграмма там же находится. Нет, нет, нет. Я имею в виду технические. Вы вычисляете все из этой проблемы. Если у вас векторная теория, если у вас есть левая и правая, то в одной стоит гамма-5, а в другой гамма-5, но знак разный, поэтому у вас ничего там нет, и все хорошо. Просто сократили сразу, не задумываясь, как вычислять. И это самое. Здесь ничего страшного нет с фундаментальной точки зрения, в том смысле, что это не калибровочная симметрия, она не нарушается, все нормально. Это такая вот, ну, у нас случайная симметрия в таком смысле бреная или тонная, вот они нарушают этими штуками. Более того, процессы, еще раз, отвечающие вот таким появлению, возможности появления такой конфигурации, такой флуктуации вокруг нас, они очень редкие. Можно вычислить вероятность появления такого перескока, она будет 10 минус, там, 150. Глобальная симметрия, а не локальная калибровочная симметрия. Это не калибровочная симметрия, да, это глобальная симметрия, барионная, здесь, это самое, здесь лихтонная. Так? Вот. Значит, но, дело в том, что в ранней Вселенной, в ранней Вселенной, где была эта плазма, еще что-то такое, при температурах порядка, значит, вот здесь материальные конфигурации, но это слабые поля, значит, они становятся безмассовыми, когда, ну, в эпоху 100 ГФ, да, температура порядка 100 ГФ, значит, выше сотни ГФ, эти конфигурации вполне образовывались в ранней Вселенной, более того, эти конфигурации, которые переводят вам, извините, барионное число, они вполне, значит, называемые сфолеронные переходы, они вполне находятся в равновесии от 100 ГФ, и на самом деле, вернее так, от высоких температур, типа 10, 12 ГФ до 100 ГФ, и поэтому там эти процессы в плазме просто происходили. У вас не сохранялось отдельно барионное электронное число, они, значит, вот так вот перемедлены. Но, когда вы смотрите на такую формулу, такую формулу, с правой стороны это выглядит очень похуже, только на фактор троечку отличается, да? Поэтому, на самом деле, вы можете построить некий ток, который берет кусочек из барионного тока, кусочек из лептонного тока, который аномалию не содержит, да? Ну, просто вот нужно эту штуку умножить на 3, и у вас будет ток не аномальный, правда? Поэтому вот эта аномалия, она нарушает из этих четырех токов только один, остальные не нарушаются, так? Ну и отсюда, значит, есть некая связь, если у вас, знаете, процесс с нарушением барионных электронных чисел в ранней Вселенной, значит, появилось, и барионное число изменилось на единичку, у лептона изменилось на троечку, так? Тут как бы вот между ними таким образом получается связь. Не аномальных комбинаций, вот, значит, как бы две, а аномальная комбинация одна, так? Которая нарушается. Вот, но есть, есть, значит, это самое нарушение, так? Теперь, ну и в связи с этим, теперь, значит, в связи с этим я к чему говорю? Вот у нас проблема, есть, есть барионная асимметрия, есть материя, нет антиматерии. Ну и, конечно, вы понимаете, что чтобы такая штука, чтобы такую штуку сделать динамически, да, можно, значит, можно обсуждать так, в ранней Вселенной кто-то там высыпал эти протоны или там кварки, да, высыпал, и вот такое начальное условие, так можно. Вот, и для всех вот этих изысканий, которые мы до этого проохладили сами, фитирование данных, решение Вселенной, там, сколько омега-б, сколько омега-б, значит, так, метр, там, как влияют фотоны, спектр, ограничения, этот самый нуклеосинтез, это вот ровно так устроено. Там в самом начале вы прям забили это число и вот его фитируют, так? Но если вы хотите построить теорию, модельку фундаментальную, которая берет общую теорию относительности и вместе объединяя, вот объясняет эту Вселенную, то нужно какой-то механизм, который создавал бы вам вот такую вот асимметрию. Значит, и этот механизм, конечно, если у вас нарушен, если барионная асимметрия, должен на каком-то этапе нарушать барионное число, потому что если барионное число не нарушается, вы асимметрию не сделаете, на микроскопическом уровне она должна нарушать. Но поскольку есть вот такая история интересная, что вот есть процессы, которые барионные и лептонные перемешивают, возможно, вам нужно не барионный сектор модифицировать, а лептонный сектор модифицировать. А вот эти замечательные процессы сполированные перебутылить вам лептонную симметрию, перераспределять ее между брионным сектором и лептоном. Так? То есть, вот есть два, на самом деле. Две истории. Вот. А этот сполерон, он инстантон? Ну, это такое решение, да. Это, которое интерполирует между вакуумами с двумя разными значениями брионного числа. Ну, значит, это инстантон? Ну, просто он в термальной плазме. Это как бы, вот они, эти процессы, они начинают идти быстро, пропадают подавления в ситуации, когда смотрится процесс в плазме при температуре, ну, грубо говоря, выше, да. То есть, там ставят большинственные подавления, как бы это ни было, ответ, как часто это происходит, выглядит как некая большинственная экспонента. Вот. И показатель экспонента, он превращается в единичку в тот момент, когда температура доходит до, ну, так сказать, типа сотни Г, так и выше. А стандартное зарушение еще не произошло? Еще не произошло. Они в равновесии находятся от 100 Г до 10 в 12 Г. Потому что, как только спонтанное нарушение произойдет, эти ребята становятся, конфигурация становится массивная, и сразу большинственные факторы, значит, начинают их давить. Вот. Значит, ну вот, теперь по эргенедису. Значит, ну, давно Сахаров сформулировал условия, какие необходимо обеспечить в районе Вселенной, чтобы динамически сгенерить асимметрию между, ну, какой-то компонентами. Значит, вот если говорить примитительно в барионной симметрии, да, значит, должно быть нарушение барионного числа на микроскопическом уровне, чтобы микроскопические процессы пошли. Так. Теперь, ну, это понятно, вот, значит, должны появляться барионы. Теперь в этих процессах, значит, теперь должно быть нарушение ССП симметрии. Почему? Почему? Потому что если у вас, значит, С-симметрия, когда у вас процесс, частицы меняются на эти частицы, тот же самый темп. Да, вот у вас есть процесс, где рождаются барионы, барионное число нарушается, все микроскопический процесс. А с таким же темпом идет процесс, в котором у вас появляются антибарионы, с тем же самым темпом. Ну, понятно, что суммарно вы получите ноль, да? Поэтому, значит, должна нарушаться С и ЦП. Ну, ЦП, значит, обратно, это, значит, как бы, вот, вы меняете еще импульсы, да, то есть у вас, значит, как бы, сколько рождаются, рождаются эти самые барионы с каким-то темпом. Ну, видишь, барионы опять аннигилируются с каким-то темпом, да, это прямые обратные процессы, вот эти частицы поменяли на, вот. В общем, тоже это не очень, не очень, они должны быть разного темпа, иначе все по нулям будет. Ну, и более того, даже если темпы разные, так, там, рождение барионов, антибарионов, но при этом и тот, и другой темп быстрый, находится в равновесии, то в плазме химпотенциала у вас не возникнет, да, все, значит, стремится там к системе с нулевым химпотенциалом. То есть, на самом деле, даже темпы разного процесса просто эти будут идти немножко почаще, если немножко попозже, пореже. Поэтому суммарно опять ничего не получится. Значит, вам нужно третье условие, чтобы эти процессы в какой-то момент вышли из равновесия в этой замечательной ранее вселенной, да? А помните, мы с вами говорили, у нас все процессы, все-все-все-все равновесия. Вот. Ну, тут мы обсуждаем новую физику, вот эта новая физика должна быть такая, чтобы в какой-то момент она вышла из равновесия. Вот. Ну, значит, в этом задачка. Нужно такую модификацию предложить. Значит, и тут есть разные варианты, но, как правило, это варианты апеллирует физикой, которая работает, чтобы, значит, вот в очень ранней вселенной напрямую проверить такую штуку довольно сложно. Есть варианты, когда можно, но это, так сказать, ну, как бы, экзотично. Простой пример, по-моему, может, исторически самый первый, где... Раскочил немножко, может, позвонишься, еще немножко поговоришь. То есть, вот такая вот картинка с непертурбативной электрославной моделью, стандартной, не прошла, да? Да, значит, был механизм, был механизм, который, вот, когда люди... Другой обсуждали, его правильно, как он компьютер был нулевой, да? Значит, был механизм... Да-да-да, сейчас, правильно, я... Это важно, иначе мы... Важно, важно, я просто... Важно, я согласен, совершенно спасибо большое, что сказали. Значит, есть... Был механизм такой предложен, ну, более-менее сразу, как вот, значит, люди поняли с полиронами, механизм был предложен такой, значит, вот, у нас есть стандартная модель, и в стандартной модели есть тиксовский бозон, да? Давайте вернемся, там, в 80-е годы какие-то, тиксовский бозон, не знаю ничего, он может быть вообще 500 мэв, его масса может быть 500 мэв, пока не знаем ничего. Более того, там, и массу текварков не знаем еще, то есть, на самом деле, есть свободные параметры, так? А, значит, вот, вот такой у нас потенциал, этот дублевый, вот, в конце концов, куда-то мы вывалились, он так, кругленький такой, да? Вот, а в ранней вселенной, если есть температура, то потенциал получает поправки, получает поправки температурные, и когда вы нагреваете систему, все симметрии восстанавливаются, да? То есть, ну, интуитивную картинку можно себе представить так, что при высокой температуре эффективный потенциал, здесь это эффективному потенциалу отвечает свободной энергии или минус-минус давление, если вычислять ее формально по формулам вот свободных-свободных частиц, с массой, как функции поля Фи, да? Если масса Т-кварка, например, стоит у вас, вы интегрируете вклад Т-кварка, функции распределения с Т-кварками, вклад в полное давление, посчитали, там стоит М, вместо М написали ЮКАУ умножить на Фи. Вот вам поправка прямо к эффективному потенциалу, который, значит, у Хиггсовского базона есть. Так, при высоких температурах симметрию устанавливаю, и скотинка выглядит вот такой. Все хорошо, значит, спонтанного нарушения нет. Потом происходит какое-то спонтанное нарушение симметрии. Значит, есть ситуация, когда это спонтанное нарушение симметрии происходит в виде фазового перехода первого рода, который можно себе нарисовать какой-то такой последовательности картиной. Ну, значит, вот так вот, потом там как-нибудь он, значит, вот здесь вот появляется что-то такое, потом вот такое, потом это вот такое опускается вниз, да, И в какой-то момент вы из этого туннелируете сюда. То есть переход осуществляется посредством туннелирования, что в обычном понимании, очень понятная штука, вот когда кипит у нас с вами в чайнике вода, вот пузырьки такие. Ну понятно, что неоднородно все, правда? Ну все такое вот. Вот это вот оно. Если бы было такое, то вот вам пример нарушения равновесия. Вот здесь все неравновесно. Вот. Значит, это одно условие. Вот можно было бы, да? И второй вариант такой, значит, что люди предложили прямо в этот момент, что можно на самом деле обеспечить вроде бы генерацию некой, производство некой асимметрии, потому что вот здесь, значит, в пузыри, когда можно посмотреть нетривиальный ток, это пузырь новая фаза, это еще, значит, старая фаза. Вот можно посчитать ток, там, ЦП нарушающий, когда частица проходит через этот пузырь, ну выяснится, что здесь можно, значит, некую асимметрию, значит, получить. Причем в стандартной модели ЦП это нарушено, и Ц нарушено. Поэтому на самом деле некую ненулевую величину асимметрии здесь получить можно. К сожалению, в стандартной модели, прямо вот как она есть, с той массой хиксовского бозона, с той массой текварка, которую мы видим, это ничего не реализуется. Там фазовый переход не первого рода, и, даже без деталей, и, к сожалению, ЦП асимметрия, которая позволяет вам вот в этом процессе, значит, можно обсудить, как это, это прям вот можно написать формулку, и так, значит, прям вот, в комментариях очень простая, значит, прям покажут, сколько здесь нереха делится. К сожалению, в стандартной модели ЦП асимметрия не так сильно нарушена. То есть, когда она в стандартной параметризации представлена, в виде вот СКМ-матрицы, какой-то, значит, да, вот здесь вот Т, Т, У, кто там, Т, Т стоит, да, вот здесь, и вот здесь стоит там В какой-то, а здесь стоит Е степени Дельта, написано Дельта там, я знаю, 30 градусов. Ну, Д это 30 градусов. Ну, нарушено же, правда? Но вот эта штука очень маленькая, вот эта штука очень маленькая. И это, как бы, понятно, вид матрицы СКМ, он сам по себе отдельно, значит, не совсем наблюдаемая величина, да, его можно изменить, переопределив поля. Эффективная вещь, которая здесь, как бы, отвечает за степень нарушения ЦП асимметрии, которая, там, есть такой вариант, Ялскок называется, там произведение многих элементов. Если его посчитать, она маленькая, это число маленькое, она там 10 минус, не буду обманывать, но там 6, предположим. Поэтому, к сожалению, в стандартной модели не хватает ни ЦП нарушения, достаточно сильного, чтобы сделать 10 минус 10. Смотрите, какой-то появляет, значит, какой-то вот этим источником сгенерированным, создалось бы, если бы переход был сильный первого рода. Какой-то, значит, какой-то бы создалось, но недостаточно большой. Так? То есть, не 10 минус 10. Вот. Ну и фазовый переход еще неудачный, то есть, нужно вот это модифицировать. И в этом смысле, если вот такая история, как мы видим по результатам большого дронового коллайдера, только один хикс, очень похожий на стандартную модель, тогда вот, к сожалению, этот механизм не работает. Чтобы это работало, нужно ввести еще какое-то скалярное поле, чтобы изменить вот этот потенциал. Ну, в принципе, есть модельки, которые пока не против... Ну, есть люди предлагают такие модельки, может быть, они с точки зрения, ну, может быть, не самые естественные выглядят, может быть, там немножко странные константы в этом скалярном потенциале. Но когда много новых скалярных поля добавляешь, там появляется много возможностей. На самом деле, люди находят некие куски в пространстве параметров много хиксовских моделей, которые вроде бы пока не противоречат данным большого дронового коллайдера и позволяют надеяться вот что-то такое получить. Фазовый переход там сильно первого рода. В этом смысле, так сказать, большие надежды. Мы, конечно, не можем изменить природу. Если уж он есть, то есть. Но все-таки надежда еще есть, что если там что-то появится, то вот может быть это вот... Эту штуку можно... Чем это замечательно? Это физика на 100 гэвах. Если здесь мы изменили, добавили... Как изменить? Ну, вот нужно добавить взаимодействие, например, какое-то скалярное поле, вот хикс в квадрате хикс. Вот какое-то такое взаимодействие. Он изменит вам потенциал, да? Но ясно, что чтобы изменить что-то на масштабе электрославного перехода, соответствующие частицы новые должны быть на том же масштабе типа сотни гэв. То есть вот этот вот механизм можно было бы измерить на большом адронном коллайдере напрямую. Вот. А, к сожалению, большая часть механизмов, которые ученые теоретики предлагают, их, значит, проверить не очень можно. Вот исторически пример такой, как можно сделать асимметрию, он был связан с такими гипотетическими стерильными нейтринами, значит, вводим фермионы, не будем, значит, связываться с активными, вот вводим фермионы, вводим фермионное поле, которое не несет калибровочного заряда по группе стандартной модели, так, не заряжено, ни ПСУ2, ни ПО1, ни ПСУ3, нейтрал, сингле. Тогда могу ему массу, во-первых, написать, чего не могу сделать ни одному фермиону стандартной модели, а, во-вторых, могу написать такое взаимодействие перенормируемое. Вот здесь лептонный дублет, вот эта стерильная нейтринова, которая, значит, называется стерильная, потому что не несет заряда. А вот это Хиггсовский дублет, но он повернут на Эпсилон, значит, Эпсилон-дензером, антисимметричным. Потому что в СУ2 там фундаментальное и сопряженное представление, и эти варианты. Вот эта штука и вариант по всем калибровочным взаимодействиям стандартной модели. Ну и дальше история такая. Пусть ранняя вселенная у вас. Да, и вот здесь вот юкав-то стоят. Юкав-ок много, они в том числе комплексные. Значит, дальше история такая. У вас ранняя вселенная, эти частицы в равновесии в плазме находятся, например, да, в какой-то момент температура падает, что они становятся нерелативистскими, они распадаются. А вот они распадаются в лептон и хиксовский бозон, вот это каналы распада, да. Но при этом здесь стоит константочка, которая ЦП нарушает. Поэтому в этом распаде может произвестись асимметрия локальная. То есть больше будет рождаться там ферменов, этих самых лептонов, чем антилептонов. Так? Ну и вот этот механизм создания лептонной асимметрии в ранней вселенной работает вот прям в такой совсем простом варианте, если масса этих цитеринных нейтрин там 10 в 10 г. Очень большие. Конечно, проверить такой механизм напрямую невозможно. То, что прямое измерение подразумевает какое-то взаимодействие с такой частицей, а она 10 в 10 г. Вот. Вот в этом месте, кстати говоря, очень важно, ну забавно, обычно в космологии все, ну очень часто, ну большая часть всего на свете значит прикидывается, ну подскольку связано с новой физикой, да, если не с новой физикой, вот типа ядерной физики, вот нуклеосинец. Там, чтобы это аккуратно вычислять, ну, так сказать, это целая история там вот. Вот. А так вот, если новая физика, ну что-то предложили, какую-то модельку, ну-ка сейчас быстренько на коленке оценили там сечение, там распад, время там что-то такое, да. Вот здесь, чтобы эту штуку оценить, на коленке не получится совсем. Совсем на коленке не получится. Почему? Потому что, значит, если хочется асимметрию, то есть этот темп, значит, что темп распада в лептоны меньше, чем темп распада в анти-лептоны. Из общих соображений у вас есть ЦП 0-оружающая константа, значит, такой темп должен быть разным. Но теперь, если вы видите, что вот у вас обычная трех, значит, там вершинка, да, входит, вот у вас есть, этот самый, стерильный нейтрин, вот она разваливается в лептон, а вот фиксовский бозон, а вот здесь анти-лептон и фиксовский бозон, да, ну вот тут дюкало, здесь дюкало комплекса сопряженная, амплитуда-то разная. А если вы начинаете темпы считать, вот для таких диаграмм, темп одинаковый, потому что дюкало по модулю в квадрате, правда? И вот в этом месте, чтобы посчитать нетривиальный вклад, нужно учитывать интерференцию между древесной диаграммкой и однопетлевой. Вот тут вот пример, где входит однопетлевое вычисление, нужно провести прямо в космологии, чтобы получить неналевый ответ. Так, ладно, значит, ну это просто пример, вот как бы, значит, и опять, это целый бизнес, вы можете предлагать новые варианты, которые обеспечатают вам создание лептонной асимметрии или бревной асимметрии, это целый бизнес, целый день. Так? Интересно, при этом, конечно, когда какой-то есть еще эффект дополнительный с этим связанный, иначе довольно, ну, ну, понимаете, ну вот вы такое предложили, классно, там все работает, а как это проверить, что вот именно оно отвечает? Это только можно убить так, если не находится новый механизм. Вот там кто-то предложил, его можно проверить на стаге, на стаге пришли, нет этого механизма, ага, давайте другое, давайте другое, это всегда будет висеть. Все, иначе, значит, то самое, темная материя. Значит, с темной материи, я сказал проще, потому что много механизмов, которые можно проверить, можно экспериментально проверить. Значит, когда-то темную, значит, если Борио-Генедис нам нужно сделать, как мы поняли, из нуклеосинтеза, до эпохи 1МФ, да, этот механизм какой-то вы будете предлагать. Нужна асимметрия, чтобы появлялась в плазме до эпохи нуклеосинтеза, потому что на нуклеосинтез мы видели, там уже асимметрия есть. А то темная материя, с ней условие такое, смотрите, темная материя, когда в расширяющейся вселенной, с точки зрения вселенной, с точки зрения вселенной, начинает доминировать. Ну, когда у вас эпоха 0,8 электрон вольт, когда у вас смена идет с радиационно доминированной стадией, на материальной доминированной стадией. Там доминирует темная материя, все, значит, вот в этот момент она уже должна быть, вы ее должны уже в эти частицы в ранней вселенной создать. На самом деле, Если посмотреть за неоднородностями Которые я сказал, неоднородности в темной материи Которые на самом деле на радиационной минеральной стадии Тоже растут слабенько, но логарифмически Этот логарифмически слабенький рост Люди видят по тому, что он дает В картине распределения галактик И скопления галактик И видят, что этот логарифм должен начать расти Хотя логарифм очень медленная функция Должен начать расти примерно По крайней мере со 100 электрон вольт То есть ограничение на вашу новую физику Которую вы предложите Механизм создания этих частиц в ранней вселенной Они должны создаться до температуры 100 электрон вольт В более ранней вселенной Хоть 100 электрон вольт, хоть 200 Вы сделали 200, вы сделали 200 кф, вы сделали 200 тф Они одинаковые эти модельки С точки зрения На сегодняшний момент времени Но ниже 100 электрон вольт нельзя Уже не будет согласовываться Так, значит Два простейших варианта Которыми должен знать каждый Значит У нас мы говорили, что все взаимодействия стандартной модели Все в равновесии Все и все в равновесии Ну естественно представить себе Что вы ввели новую частицу темной материи Она там как-то с нами взаимодействует И она тоже в равновесии в ранней вселенной Тогда для нее две истории Что с ней может происходить Да, она, в отличие от многих частей стандартной модели Стабильно должна Конечно, мы помним это И электрически нейтральны Вот Тогда две истории с ней могут произойти Она, конечно, в какой-то момент должна отщепиться от плазмы Да, мы с вами сказали, что она не участвует ни в этих осцилляциях В эпоху рекомендации Ни в чем Ни в чем Она в своей несвободной частице Она должна отщепиться Вот Ну и варианта два Либо она отщепилась релятивисткой Либо она отщепилась нерелятивисткой Так Значит, если она отщепилась релятивисткой На самом деле не подходит Вы читаете очень несложно Представьте себе, что она отщепилась релятивисткой В момент отщепления ее функция Сколько ее в плазме, вы знаете Эта температура в этот момент в кубе Ну, умножить на какой-то фактор Какой станет В зависимости от того, бозон это или фермен Да Вот тут какая-то, значит, вот эта форма Вот А дальше мы говорили с вами Что во Вселенной сохраняется энтропия И количество этих частиц в сопутствующем объеме тоже сохраняется Написали отношение одного к другому К другому в тот момент времени И приравняли это же отношение к сегодняшней Вселенной Отсюда сразу получили, сколько к сегодня Умножили на массу Что это будет вклад в полную плотность энергии Значит, ответ такой Чтобы вот была относительная доля омега и х Типа 0,2 Но масса должна быть примерно 100 вольт Ответ пропорционален массе прямо Смотрите, что интересно на эту формулу А температура не зависит от температуры отщепления Почему? Потому что вы приравнивали Ну, технически Потому что вы приравнивали концентрацию Делили на энтропию Концентрации частиц в момент отщепления Которые были в равновесии Температуру в кубе Энтропия в это момент времени тоже температура в кубе Все разница в число степеней свободы В плазме В энтропии стоит это число А у этих ребят стоит их Текстиль Вот оно здесь сюда вошло Очень слабенький много Итак, 100 электрон вольт Значит, вот такая частица подошла бы Теперь, значит, вспоминаем Что если это 100 электрон вольт То в галактику такие частицы не залезут В карликовые галактики не залезут Принца Паули Помните, был такой? Вот А если бозон, это на самом деле тоже, к сожалению, не подойдет Вот по какой причине Значит, когда вот эти частицы Отщепляются от плазмы Их распределение по импульсам Такое же, как всех остальных Их средний импульс Три температуры Дальше Они часто релятивистские Но вообще-то они Вселенная расширяется Их импульс падает В какой-то момент они станут не релятивистскими Да, все равно Они краснеют Они краснеют Вот Но краснеют они более-менее так же Как и плазмы Да, все пропорционально Пропорционально масштабному факту Они не подогреваются Теперь вспоминаем Я говорил, что нужно помнить Значит, вот это самое Какая у кого температура эффективная Вот есть температура Т Но эта температура Т падает Так же, как температура Т у метрина Как с каждой следующей компоненты Отщепившись от плазмы В ранней Вселенной У нас аннигиляция частиц происходит Там Т-кварка, еще кого-то Эти ребята эффективно Немножечко охлаждаются Охлаждаются И тем не менее В эпоху, когда у вас Масса Значит, когда у вас Вселенная переходит Радиционно-демиеврованная стадия На материальной демиеврованную стадию Это эпоха примерной Электрон-вольт-температура Скорость этих частиц Они чуть больше, чем 10-3 Можно посчитать Длину свободного пробега Такой частицы в ранней Вселенной Значит, вот свободные частицы Пролетают там как-то Они как мне За какое-то расстояние За какое-то время Т Они пролетают в какое-то расстояние Все неоднородности на таком расстоянии Они замылись Потому что где было больше частиц Естественным образом Оттуда частицы улетят Где их было меньше Туда больше прилетит Это случайный процесс Но все неоднородности На размере порядка длины Свободного пробега Замоются Соответственно Когда мы говорим о росте структур Структур Масс Собранных Вот С этого объема Их не будет Да Будут только большие структуры Значит, маленьких структур не будет У нас самые маленькие структуры Которые мы наблюдаем Это карликовые галактики С массой 10 в 6 Можно Это число Оттранслировать В раннюю Вселенную На то Какая должна быть Длина свободного пробега частицы Чтобы позволить Такой системе существовать Вам нужно Чтобы длина свободного пробега частицы Была меньше Чем некоторое расстояние С которого набралась масса 10 в 6 Масса Отсюда ограничение На скорость этой частицы В то время вы знаете Скорость отсюда ограничена Но вот эти Слишком энергичные Не подходят Они должны бы Если бы Были ребята вот такие Мы бы не видели С вами никаких Карликовых галактик вообще Может быть Нам, конечно, показалось Астроном что-то видит Там интерпретирует Галактик много Там сотни Декарликовых галактик Но Вот Если это все закрыть Тогда, может быть, и можно А так вот Вообще нельзя Вот Поэтому это не является Ну, тоже оценка Для этого замечательного Игуси Поэтому эта частица Не является Эта возможность У нас нету Создать таким образом Темную материю Это не та темная материя Которая нам нужна И другими словами Вы можете из таких частей Тоже сделать Темную материю Но это будет только Небольшая компонента Наших То есть Мы, когда обсуждаем Темную материю Обычно Концентрируемся на одной частице Которая все и делает Но, может быть, этот темный сектор Сложный Но, может быть, и такие частицы есть Составляют они там 5% Например Вклад Или 10% Вклад Но не основной То есть Найдя такие частицы Вы все равно будете искать другие Которые дают основной Значит, так Ну, тут какие-то обсуждения Как это можно спасти Наверное, сейчас несущественно Разные варианты Там создание терапии Там промежуточная стадия Доминирования материи Вот на эту замечательную эпоху Но представьте себе, что у вас Вы добавили компоненту Некую новую частицу Которая Ну, все-таки Не сразу распадается Да, но при этом Значит, Вселенная вышла В ситуацию Когда эти частицы Есть в плазме При этом они не релятивистские Так И они в плазме Перестали взаимодействовать Значит, они Да, такая компонент Ну, сколько-то этих частиц Пока вклад их В полную плодность энергии Маленький Но Вселенная расширяется Вклад этих частиц Ведет себя как единице Масштабный фактор в кубе Вклад радиации Как единице Масштабный фактор в четверг В какой-то момент Эти ребята могут начать доминировать И тогда у вас В ранней Вселенной Возникнет промежуточная Материальная стадия Теперь, если эти частицы Не Нестабильные Они распадутся Опять в радиацию И вы опять Разогреете Вселенную Ну, вот Есть, так сказать Такие гипотетические ситуации То есть Это нестандартная космология Таким образом Можно изменить предсказания Те, которые мы получили Если Частицы гипотетические темной материи Сгенерились до этого процесса Потому что здесь мы, конечно Все предположили Что энтропия сохраняется Это процесс генерации энтропии Ну, ладно Вот такие вот То есть можно какие-то Как-то, значит Еще дальше модифицировать Да, другими словами Вы ввели некую одну сущность Она не подошла Вы можете либо ее выкинуть И передумывать в другую сущность Либо к этой одной Добавить еще две Чтобы было их три И все вместе Они сработали Так А теперь Отщепление Значит Темной материи В ситуации Когда они нерелитивисты Вот это работает Это такая стандартная вещь Которую все ищут Очень красивая Очень простая Значит Так представьте себе Что частицы становятся нерелитивисты Она в равновесии В плазме Все Для простоты Пусть нет асимметрии Между частицами и античастицами Частицы в равновесии И они становятся нерелитивисты Но по-прежнему в равновесии То есть достаточно активно взаимодействуют Например Нейтрон Нейтрон в равновесии Мы видели до одного МЭВа Он нерелитивист Взаимодействует В плазме Все хорошо Вот эти ребята тоже Взаимодействуют В плазме Все хорошо Значит Их тогда функция распределения Конечно Становится Больц У нас их тяжело создать Но при этом они взаимодействуют В какой-то момент Больцовский фактор Конечно Сделает свое черное дело То есть Этих частиц будет настолько мало В плазме Что встретиться с ней будет Ну в смысле Такой частице Встретить ее подобную И например Что-то с ними вместе сделать Будет очень Будет очень Маловероятный Маловероятный вклад Да Легким частицам Создать такие тяжелые Тяжело Потому что их экспоненциально мало А этим что происходит С этими что происходит Ну когда частица летит Находит себе подобную Они могут проаннигилировать В легкие Это как электрон с позитроном Проаннигилировали В два фотона И пропали И пропасть таким образом Но в какой-то момент Этот процесс тоже заканчивается Потому что Ну вселенная расширяется Я хочу лететь Значит проаннигилировать А моего партнера Значит у нас мало Все сечение маленькое И все закончилось То есть Останется какое-то количество Тех кто не проаннигилировал Сингл Да Значит их осталось Вот какое-то количество Очень хорошо Значит Можно оценить это Ну как Очень просто Значит Концентрацию На темп процесса Какого-то Темп аннигиляции Мы приравниваем К параметру Хаббл Точно так же Как мы все оцениваем Всегда Отсюда находим температуру Когда это происходит Температура Это примерно масса На некоторый логарифмический фактор Вот под логарифмом Стоит сечение Масса частиц Там масса планка Еще что-то такое Значит на самом деле Для широкого вида сечения Поскольку это под логарифм стоит Это штука типа Масса на 20 Масса на 30 Да То есть вот у вас Температура опустилась до массы А они активно взаимодействуют Еще некоторое время прошло Но потом все уже закончилось Потому что ну чудовищный Больше у нас не фактор Конечно все дали Да Вот И все закончилось Все Теперь значит Мы теперь знаем температуру Когда-то произошло отщепление Можем посчитать Параметр Хаббла Можем отсюда оценить концентрацию Сколько их осталось Этих частиц Ну и эту концентрацию Теперь опять поделить на энтропию Правда Как мы уже умеем делать Значит и поделив на энтропию Умножив на массу Пойдем в их относительный вклад Сегодня в современную плотность энергии Значит если это все сделать Получается замечательно забавный ответ Вот тут значит Относительная концентрация Масса на концентрацию Поделить на критическую плотность Двойка здесь стоит Потому что мы вроде сказали Что их там две Частицы-античастицы например Асимметрии нет Но значит такие есть компоненты Ну и вот ответ окончательный Вот в таком виде можно представить Это сечение аннигиляции Ответ зависит только от сечения аннигиляции А масса сходит тут До логарифма Но если посмотреть на величину сечения аннигиляции Которая нужна Чтобы у мега была порядка Той, которая нам нужна Это число порядка слабого сечения Так Немножко поменьше Но порядка слабого сечения Но если число порядка слабого сечения Ну Очень естественно назвать Такие частицы вимпами Слабо взаимодействующие массивные частицы Представить Сказать что Ну действительно таки Они участвуют в слабых процессах И тогда мы можем их искать В физике частиц В обычной Новые частицы Нейтральные Которые участвуют в слабых процессах Может быть не совсем с той константной связи Как нужно Может быть там есть какое-то смешивание Там Чего-то такое Но по порядку увеличения Это слабое сечение И поэтому мы можем надеяться Их увидеть вот в этой процессе Эта масса не определена Масса может быть хоть Вот из этого исследования Хоть 10F Хоть значит Там 30F Ограничение на эту массу Только из унитазности Вот Она вот В районе 100F примерно Значит Чтоб сечения не было больше А регуляции Чем 4 массы Поделить на массу Этой частицы в квадрате Такое Вот Значит Ну вот Это холодные Это холодные частицы Они очень Они реликвистские в ту эпоху Дальше Они Стаются только холоднее 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 На самом деле Они остаются в равновесии В плавной температуре Несколько мэф Если это слабые процессы Да Разница в этом смысле С нейтроном небольшая Вот И это Замечательные частицы Которые Ну вот Очень натуральные Мне представляются Как вот Кандидат на Извини пожалуйста Перерыв Нет 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 Ограничения Схотов Имеется ввиду Что для того Чтобы объяснить Этот эффект Нужно Сейчас Сейчас Иначе Можно подумать Что Новая физика Должна быть Сверху Ограничена Схотов Конечно Просто они Тогда сюда Не будут давать Смотрите Да да Смотрите Значит Вот здесь Ответ Интересный Вот В прошлом В прошлом случае Смотрите Вот этот вот случай Вот Где он там был Вот эти вот частицы Да Ответ пропорционален Массе Хорошо Не подошло вам Ну не можете Объяснить темную материю Но у вас есть Какие-то свои Гипотетические частицы Тоже стабильные Которые Слабо Очень взаимодействовали Очень слабо Взаимодействие Лядочий пирец Будучи Релятивист Смотрите Из этой науки Какое Следствие Если Это масса Вашей частицы Больше 100 электронов Вольт Такую панель Вытянули на помойку Потому что Из этой теории Закрыты Большие массы Все тяжелые частицы Запрещены Да Вы скажете Ой Слушайте Эта частица Там 10Т Господи Кто ее когда увидит Ничего Ничего не сделает Теорема декаплинга Теорема декаплинга В вычислении Физики частиц Работает Вы ее не увидите Но В космологии В ранней вселенной Она сгенерировалась Если она была в равновесии Отщепилась Будучи релятивистской Тогда такие частицы Закрыты на корню Эта штука Закрывает вам Легкие частицы Тяжелые частицы А вот эта штука Она закрывает вам Вот эта единица На сечении Так Окей Вы не объяснили Этими новыми частицами Которые вы ввели Темную материю Ну не хватило Ну не важно Ладно Так Но Вы закрываете здесь Значит если сечения Маленькая Концентрация Большая Вы закрываете себе Маленькие сечения Слабые взаимодействия Вы всегда Во всех Во всех Нормальных Человеческих экспериментах Не найдя Что-то нового Говорите что Ну наверное Константа взаимодействия Меньше чего-то Да Сечения меньше чего-то Вот здесь вот Закрыты маленькие сечения Здесь сечение Больше чего-то Разрешено А меньше чего-то Не разрешено Вот из этой физики Это Очень классно Вы можете Такую модельку Закрыть С этой стороны Вы двигаетесь К сечению Из космологии А с той стороны Вы двигаетесь Большого дронного коллайдера Так Это Вот Вы можете Полностью Поверить Ну в положительном смысле Давайте скажем Под запись Мы можем открыть Это значит очень интересно На самом деле Так Да Вот это вот ограничение Оно такое Смотрите Вот здесь сечение Мы Про него ничего не знаем Это просто сечение Здесь Вот оно стоит Ну в каждой конкретной модели Которую вы предлагаете Вы это сечение Можете вычислить Но так Из этих соображений Это просто параметр Сечение Очень хорошо Но что мы про него Из общих соображений Знаем Про массу Теперь частицы Масса частицы Входит под логарифм Зависимость Очень слабая Тут все в логарифме Это насыщается Масса падки Чудовищная штука Которая 10-19 Вот Что можно сказать Про массу Такой частиц Ну про массу частиц Можно сказать только Вот единственное Что это значит Из унитарности Понятно Что легкие-то массы Слабого взаимодействия Вы наверное уже закрыли Но нет таких частиц Совсем легких Да А вопрос А насколько тяжелая Она может быть Насколько тяжелая Она может быть Представим себе Что две частицы Очень тяжелые Они аннигилируют Во что это человеческое Да Тогда оценка Получается Вот из унитарности Которая в квантовой механике была 4π Там на массу Частицы в квадрате Это Ну самое меньшее Что вы можете позволить себе Если у вас Такая пертурбативная теория Ну здесь какие-то еще спины Там стояли Наверху Снизу В зависимости от того По каким каналам Вы аннигилируете Но это вот Вот эта формула Отсюда Поскольку сечение Должно быть Значит Вот тут оно написано Значит Она не может быть Больше чем Значит Не может быть меньше Чем 10t Отсюда масса Должна быть меньше Чем 100t Вот Вот такое Ограничение А вот это А на вспоминателе Это что? Кто? Аж в вспоминателе Аж А Это крестический индекс 07 Аж в квадрате Аж в квадрате половинка Тут по этому написано Видите Два аж в квадрате Единиц Вот Извините Да То самое Так вот Значит Это Совершенно Замечательное Замечательное Наблюдение Вот это Самое Натуральное Как бы Тип модели Темной материи И в принципе Значит Есть Надежда Надежда На эти частицы Если они сейчас Услабо взаимодействуют Есть прямые поиски Там частицы Темной материи В галактике Летают Иногда встречаются Они делируются Наши частицы В космических участках Смотрят Если на Большом Адронном коллайдере Сталкиваются протоны Рождают частицы Значит Куда-то они улетают Это долгоживущие Стабильные частицы У вас есть процесс С потерей Поперечного импульса Куда-то Как будто Сохранение импульса Не выполняется Да Есть Значит Детекторы В которых люди Охлаждают вещество И ждут пока Частицы темной материи Которые в галактике Летят со скоростью 10-3 Кого-то вдруг Неожиданно пнёт Вы ищете В холодной веществе И даже выделение От куста пришедшее Прямые поиски Идут во всю К сожалению Есть некие Аномальные результаты Но они не подтверждаются Другими экспериментами И в этом смысле Пока Так сказать Аккуратно К этому нужно относиться В общем Нет пока Так сказать Подтверждений Что мы хоть что-то Там нашли К сожалению Тут тоже можно обсуждать Что На самом деле Можно Ну Есть особенности Если у вас Не модельно Не модельно То вы можете сказать Что сечения Которые Например Сейчас их аннигиляции Сечения Которые Аннигиляции Которые в ранней вселенной Одинаковые И тогда вы сегодня Можете прямо в точности Предсказать какой-то сигнал Но вообще говоря Это функция скорости Скорость В ту эпоху Частиц была 1,20 Скорость частиц Темной материи Например Сегодня в галактике 1,03 10-3 И поэтому Конечно Можно предлагать модели Которые Эти Предсказания Сильно развязывают Так Тут тоже есть Свои Значит Свои нюансы И кроме того Значит Здесь есть такая Вот эта проблема Мы ее с вами Упоминали Проблема На малых масштабах И с вот этими Камиками Замечательными В которой Вроде бы Темная материя Вот такая Кондовая Как холодная Она значит Не объяснить Это явление Не может Значит Одна Это вот это Расстояние Это плотность Темной материи И вот Теория Предсказывает Вот такое Теория частиц Которые участвуют Только в гравитационных Взаимодействиях А эти ребята Они Это слабо Взаимодействующие частицы Нейтральные Они на больших Расстояниях Поэтому между ними Взаимодействие только слабое Контактного там У них практически нет Но между ними Взаимодействие только Гравитационное Это чисто Гравитирующие точки И для таких Предсказаний Их распределение В галактиках Вот такое Они наблюдают Вот здесь есть Набор Карликовых галактик Ну вот они Наблюдают Вроде вот такие Линии Вот эти Пунктирные Это уже Дуставляют Достраивают А экспериментально Наблюдают Вроде такие Линии А кто значит Утверждается Но не очень Согласуется С таким Предсказанием Кроме того Есть особый Экзотический Случай Ну вот типа Как Когда темную Материю обсуждают Вот здесь Будет классно Сталкивающиеся Две столкнувшиеся Галактики Она одна Вот в нем Вот такая вот Картинка Вроде бы Ну точно Нужна темная Материя Вот здесь Такой значит Печка Печка В созвездии Печки Карликовая галактика В которой Есть звездные Скопления Вблизи центра Так И если посмотреть На гравитационный Потенциал Который Создавала бы Темная материя Из симуляции Этот потенциал Должен был Создавать бы Такие Прилепные Силы Там Градиент Большой Который бы Эти Звездные Структуры Разрушили Звездные Структуры Звездные Системы Это Звездные Скопления Это когда Звезды Между собой Друг Просто Сами Посидеть Своих Гравитационных Притяжений Друг Друг Держат Такая Связная Система Это Связные Системы Которые Нашли Они Ну слабо Связаны И Пролетают Вроде Через Гравитационный Потенциал Этот Гравитационный Потенциал Который Создает Такая Тёмная Материя Должна Быть Достаточно Сильной Чтобы Разрушить Таких Звездных Систем Быть Не Должно А Их Наблюдают Наверное Он Не Такой Мощный Не Такие Большие Градиенты Тогда Наверное Он Как Сглажен Как Это Сгладилось Можно Отсюда Четко Сказать Что Нам Нужна Тёплая Тёмная Материя А ещё Что-то Никто Сказать Не Можешь Но Это Есть Проблема Которую Люди Обсуждают И Иллюстрирующая Очень Старая Картинка Симуляции Так Симуляции Картинок Очень Много Это Такая Ситуация Представим Себе Что У вас Есть Частица Но В данном Случа Это Была Стерильная Нейтрина Только Не Тех Масс Которые 10 В Седьмой Гр Чтобы Объяснить В своих Распадах Объяснить Асимметрию Между Лептонами Анти Лептонами А Меньших 1КФ 500 Электрон Вольт Они Отщепляются От плазмы Будучи Летистом То есть Это Такой Вариант Той Темной Материи Которую Мы Закрыли Сказали Что Это Не Подходит И У нее Есть Ненулевые Скорости Она Замывает Неоднородности На Малых Расстояниях А На Больших Расстояниях Чуть Чуть Замывает Но На Совсем Больших Замывает Ничего Не Чувствует Образуется В зависимости От того Какая Масса Или Скорость Частиц В Ранней Вселенной Вот Это Холодная Темная Материя Это Значит Время Вот Это Грубо говоря На Z Я не знаю 100 Это На Z Это Z Сегодня Сегодня Z Равно Нулю А Это Структура В ситуации Когда У Галактики Частиц Темной Материи Появилась Скорость На 10 4 А Это Скорость На 10 Мы Видим Что Мелких Структур Нет Вот Эти Филаметики Которые Мы Говорили Есть А Мелких Структур Маленьких Харликов Галактик Которые Связаны Нет Потому Что Они Замылись Случайным Блужданием Частиц В Ранней Вселенной В Которых Были Скорости Именно Эти Частицы Темной Материи Обеспечивают Нам Изначальный Гравитационный Потенциал Барион И Должна Быть Со Скоростями В Ранней Вселенной Немножко Тепленькая Может Это Она Такие Проблемы Решает Может Нет Такой Статус Люди Делают Симуляции Предлагают Новые Модели Говорят А как Это Можно Посмотреть Исследовать Всякая Разная Хорошо Значит Вот С термальным Механизмом Рождения Два Варианта Первый Глобально Не Подходит Второй Глобально Отлично Подходит Все Ищут Но Люди Конечно На этом Не Останавливаются Потому Что Но В принципе Есть Много Моделей В которых Так или Иначе Появляются Частицы Которые Либо Стабильные Либо Очень Долго Живущие Их Можно Естественно Приспособить На Роличные Темные Матери Тут Много Всего Перечислено В этих Разных Вариантов И У каждого Из них Свой Механизм Рождения Совсем Другой Совсем Интересно И Это Целая Деятельность Аккуратно Посчитать Сколько Их Там Рождается Интересно Когда Это Аккуратное Предсказание Можно Связать С Каким Нибудь Другим Наблюдением Которые Можно Сделать И Проверить Эту Модель Не Всегда Такое Возможно Вот Но Часто Как бы Можно А вот Гравитационное Рождение Четист Я сказал Вообще Ничего Нельзя Сделать Высчитать При этом Можно Очень Аккуратно Красиво Было Сделано Еще В 70-х Годах Значит Теперь Ну Так Теперь Значит Здесь Дальше Небольшой Набор Примеров Идет Как Это Можно Вычислять Ну Просто Как Иллюстрация Давайте Значит Как Иллюстрация Применения Так Ну Вот Представим себе Что есть Частицы Значит В данном случае Это прям Пример Гравитина Такие Значит Супер Партнеры Гравитона Супер Симметричных Моделей Так А Супер Симметрию Наверное Мало Кто из вас Изучал Да Или Только Н равно 4 Нет Но Смотрите Нам С точки Зрения Вот Этого Обсуждения Не важно Какие Симметрические Свойства Этой модели Нам Что важно Представим Себе Что у нас Есть Взаимодействие Вот Смотрите Взаимодействие Вот такое Вот Это новая Частица Фермион Вот Это ток Некоторые Как Пион Взаимодействие Пион И Голстоновский Бозон Они Взаимодействуют Через Вот Здесь Ставел бы Ток Там Пиральный А вот Здесь Стоит Пойль Пиона Это Формула Голдбергера Треймена Вот Этот Объект Который Сейчас Обсуждается Это Аналог Этого Суперсимметричных Науках И Соответственно Взаимодействие Подавлено Неким Параметром Появление Которого Обусловлено Спонтанным Нарушением Симметрии То или Иной В данном Случа Спонтанное Нарушение Суперсимметрии Этот параметр Имеет Размерность Массы Квадрат И Соответственно Масштаб Масса Это масштаб Где Теперь Пытаемся Вычислить Сколько Здесь Рождается Поскольку Это Фермион Отщепившись От плазмы Если он был В равновесии Он нам не подходит Мы уже обсуждали Теперь Надежда Что это Неравновесное То есть Что такое Это значит Что взаимодействие Это есть Но настолько Слабенькое Что эти частицы В равновесие За счетом Взаимодействия Не входят То есть Вот как устроено Взаимодействие Значит Масштаб Очень большой Идутся на Масштаб Большой Все Привет В ранней вселенной На нем равновесие Не входят Ну значит Можно Как это вычисляют Ну вот Пишем это Уравнение Больцена Смотрите Вот оно у нас Прямо здесь написано Уравнение Больцена А вот вклад Я вам говорил Вот вклад В сечение Умножительную концентрацию Одной частицы Концентрацию Второй Процесс Первая частица Со второй Столкнулись Родились Суперпартнера И вот его Уродцы Так Вот Нужно посчитать Сечение Элементарное Этого процесса Да Если совсем хочется Аккуратно Это нужно с функциями Распределения Потому что Есть же зависимость От импульсов И с ними нужно свернуть Ну так Чтобы прикинуть Вот так вот делается А это Возможность распада Потому что Суперпартнер Может распасться На гравитинный партнер И это Старая механика Рождения частиц А Процессы Уничтожения их частиц Не учитываем Потому что Мы сказали Что Слушайте Они в равновесие Не вошли Их там рождается Очень-очень мало Взаимодействие Очень-очень слабо Поэтому этим Вот вторым Эффектом Можно пренебречь Точно совершенно Поэтому Учитываем только Вот это Переходим От интегрирования По времени К интегрированию По температуре Пользуясь тем Что мы знаем Как Хаббл Температура зависит Получаем Вот такое уравнение В котором стоит Только температура Сразу же Взяли Разделили На энтропию Потому что Отношение Концентрации К частиц Энтропии Когда они создадутся Будет постоянной величиной И мы прямо Это число Возьмем И сегодня Подставим Эту формулу И все получим Ну все Эта функция Только температура Сечения Нужно подставить И проинтегрировать Будет столько Сколько вам захочется Вот два Смотрите Два разных вклада Они по-разному Себя зависят И ведут От температуры Потому что Это от температуры Не зависит Это что от температуры Зависит И вот Игра между ними Для каких-то случаев Один вклад доминирует В других случаев Другой вклад доминирует Но тем не менее Вот так он вычисляется И так в любой модели А теперь А ну это скалярное поле Как кандидат на рот Темной материи Мы с вами обсуждали Совершенно замечательно Очень простое И вот может быть Есть надежда Что-то сделать Вот с проблемой В центре галактики Потому что Она там начинает Вот так дышать Когда вы идете На маленькие масштабы Вот это вот поле Значит На масштаб Порядка массы Да Тут Это поле На самом деле Вы видите Что это на самом деле Не темная материя Это такая дышащая компонента Но может быть Это вот отвечает За то что в середине галактики В галактиках Там что-то вот не так Вот это люди обсуждают Это люди симулируют Поведение этого поля Рост структур Такими скалярными полями Сейчас активно обсуждается И активно вычисляется Вот Значит Ну аксион Аксион тоже всеми Любимая частица Значит В данном случае Это другой Ну там Сейчас Ну аксион Я не знаю Они наверное Стандартные модели В курсах Такой Почти такие частицы Не проходят Да И сильная цепа проблем Не обсуждается Но для нас Смотрите Что в данном случае Интересно Интересно Значит Эта частица Которую люди любят Она решает Проблему Нарушения ЦП ЦП симметрии С сильными взаимодействиями Грубо говоря Она объясняет Почему некоторые параметры Которые можно Записать в стандартной модели Которые получаются В результате И там Оценки Аномальных вкладов И других Значит Которая должна была быть Какая-то константа Новая Которая должна была быть По величине Порядка 10 минус Порядка единицы Она оказалась Меньше чем 10 минус 9 Константочка Эта стоит Перед Жеменю Жеменю дуальным Где жеменю Это углевленный тенцер Так Вот Но нам это все С вами значит Не нужно Нам с вами Интересно Что Что это за объект Такой там появляется В этом решении В этом решении Появляется Некое Скалярное поле Так Точнее фаза Так сказать По-то старейшему Ну неважно Скалярное поле У которой Следующее поведение Значит У этого скалярное поле Оно свободное Но более того Оно безмассово Сначала А потом В эпоху Кусиди фазового перехода Точнее Киральный переход В эту эпоху Оно приобретает Массу И масса Это становится Значит Резко изменяется Она переходит Значит Сначала Это нулевая вещь была Нулевая масса А потом Она начинает Быстро расти Сначала Эта масса Меньше Хаббла Да А потом Становится Больше Хаббла Это быстро Все происходит Когда Она Стала Больше Хаббла Мы пришли С вами Вот к этой картинке Где она здесь Вот к этому полю Больше Хаббла И это То что Получится Привязать Это темная материя Так Но при этом Это не такая история Что в самом начале Масса была фиксирована И вы сразу определили Сколько темная материя Получилась Это история В которой Масса Сама эта Появилась В неком В некую эпоху За счет изменения массы У вас Поменялась Существенно Поменялась система Ну вот Значит Вот такая Вот Вот такое Уравнение Вот такой Логранжан Значит Вот эта масса Как функция температуры Известна Она вычисляется Потому что Эта масса Все Она связана С некими параметрами КХД Канкарком Кеносатом Еще что-то таким Значит Там есть параметр Веки вот этого Фазового перехода Эти параметры Как они зависят От температуры Люди Аккуратно вычисляют На решетке Оттуда берется ФИТ Так вот эта функция Зависит от температуры Подставляется И значит Дальше Ну вычисляется Сколько Создастся Таких частиц И их вклад Оказывается Вот такого порядка Чтобы было все хорошо Масса Сегодняшняя При температуре Этого аксиона Должна быть 10 минус 6 Иллюстра вольт Да То есть Это такая Шука Которая может быть Стоит характеризовать Не массой А длиной волны Там Да Вот Ну вот Другой такой Кандидат Вот тут опять 2х квадрат стоит Вот Значит А вот эта Станция Это начальная Фаза Аксионного поля Здесь есть своя детальная особенность Но вот есть такая вот частица Это совсем другая частица Темной материи Да Она тоже холодная На самом деле Вот это тоже холодная частица Вот По своим свойствам Потому что Ну там образовался Это опять же Скалярное поле Холодная Темная материя Там никаких Скоростей нет Но Это Другой механизм Образования И Ну вот Эту частицу Можно смотреть Искать в эксперименте Потому что Это аксион Это частица Которая Как бы то ни было С сильным сектором Завязана Поэтому она на самом деле Есть Есть эффективное взаимодействие Этого аксиона С нашими частицами И В частности Взаимодействие Ну такого типа Там Аксион На Фотон На Дуальный фотон Да Вот такого типа Здесь стоит этот масштаб И Масштаб Значит Вот этот вот Умножить на массу аксиона Это примерно Масса пиона На Констанцию Расклада пиона Вот такое есть Соотношение между ними То есть на самом деле Свободный параметр Здесь только один И таким образом Вот эту вот Вот эту темную материю Ее можно искать В эксперименте Так Но это совсем другой пояс Да Это совсем не такой пояс Как Там Слава взаимодействующих Восемных частиц И не такой пояс Как если у вас Какое-нибудь скалярное поле Которое вот так вот дышит С массой 10 минус 20 Электронов Но Вот тоже кандидат Отлично Почему Он там Он есть Значит Эта частица такая Она Возникает В механизме Который сокращает Значит Вкладывает Вот в этот вот Параметр Тета И делает его Равным нулю При этом В этом механизме Появляется Такой значит Аналог Голстоновский базон Вот этот аксион Потом он приобретает Массу И вот так Возникает Прагерь вселенной Для объяснения Отсутствия вот этой фазы А для объяснения Решения цепной проблемы Константу Вот эту f Этот масштаб Или массу аксиона Да Ее можно взять любую Она любая подойдет Теперь это Свободные параметры Вы говорите Слушайте А может быть Может быть Вот такому равен Вот такому И тогда это и есть Темная материя Вот Да То есть Вы здесь подобрали Эту константу Так что было Ровно столько Сколько нужно Ну и опять-таки Значит понятно Да Значит Едиться на массу Если я здесь говорю Что масса Которая стоит здесь Она меньше Чем вот эта Много меньше То такой аксион Закрыт из космологии Да Потому что темной материи Будет слишком много Вот Значит Теперь вот этот же Лагранжан Замечательный Который стерильная Стерильная нейтрина Все то же самое Мы обсуждали Но теперь я Поиграю в другую вещь Я возьму Я возьму Очень легкие массы Там я взял большие Чтобы мне в распадах Отнести Вберионная симметрия А здесь я возьму Маленькие массы Значит Когда смотрите У меня что будет У меня вот Вот в этом В этот полгранжан Который стоит здесь Здесь стоит Хиггс Лептон Стерильная нейтрина Когда Хиггс Приобретение Нулевой вакуумной средней Здесь появляется Смешивание Этого стерильного Его поэтому называют Нейтрина С активным нейтрино За счет этого Смешивания Этой частицы Немножко может Может рождаться В ранних вселенных Так Ну и дальше Значит Никаких других Взаимодействий нету Это нестабильная Конечно Частица За счет этого Смешивания Она может В ранней вселенной Она может В сегодня И в сегодня Вселенной И в ранней вселенной Распадаться же Так Если смешивание Маленькое То будет долго жить Поэтому Не будет противоречить Тому факту Что мы ожидаем Ее в присутствии Сегодня Но при этом Если она распадается Мы можем ее искать Есть процесс такой Это стерильная нейтрина Распадается Смешивается С активным И вот За счет такой петельки Опять петельный процесс Нужно считать Здесь испускается фотон Здесь нейтрина Распад Одной частицы в две Частицы темной материи Летают в галактике Со скоростью 10 минус 3 Распад одной в две Вы должны ожидать Фотоны Фиксированной энергии С точностью Доплеровского уширения 10 минус 3 Ну вот Совсем по другому Нужно искать Такую темную материю Да Это тоже не Не термальная Значит это там Рождается По чуть-чуть За счет этого Смешивания Тоже не термальная Но вот Совсем другой механизм И рождение И поиск Ищут и так И так И сяк Как бы Ну Доминирующим Такой компонент Как натуральный По-прежнему Считается слабо Взаимодействующей Массивной частиц Но люди Смотрят и другие варианты Потому что Вот этот Например компонента Она тоже очень интересная Потому что В принципе В этом механизме Появляется масса Активных нейтрин И вы можете Объяснить Асселяцией То есть Эта модель Она тоже Не на коленке Не так просто Пришла Она пришла Потому что Люди таким образом Хотели Попытаться объяснить Появление масс У активных нейтрин То есть Она тоже мотивирована Но параметры Так сказать Которые здесь Подобрали Для того чтобы Темную материю Объяснить Они никак Не связаны С объяснением Этих самых Нейтринных осцеляций Не требуется Для объяснения Нейтринных осцеляций Подгонять параметры Так Чтобы вот здесь Была темная материя Это мы уже Дополнительно потребуем Как со случаем аксиона Так сказать Так это или не так Вот люди ищут Ну Пока Значит Не Да Вот это вот просто Кто-то в формулу хотел Значит Здесь вот есть Простые формулы Которые все описывают И на самом деле Эти формулы Уже были написаны В Ну Вчера фигурировали Во время доклада Значит Смотрите Вот эту формулу Мы с вами обсуждали Давайте у вас Какая-то Компонента Во вселенной У нее есть функция Распределения по импульсам Она ни с кем не взаимодействует Какому уравнению Эта компонент удовлетворяет Ну вот Вот это С Это стерильная Да Функция Импульса Температуры Вот здесь Если его был 0 Вот это вот Это самое уравнение Мы его с вами Писали и выводили Да Нужно просто Продиференцировать ДП ДТ Полное производное От Ф А значит Число чуть не сохраняется Да А при этом Импульс краснеет П Ну вот такая вот функция Теперь значит Давайте у нас Есть с вами Вероятно Значит Два Две Два состояния Одно активное Второе И стерильное У вас квантовая механика Два уровня Одно в другое Может переходить Так Осцилляции То в один То в второй То в один То во второй Значит Ну смотрите Есть Вероятность Осцилляции Одной системы в другую Да Если у вас есть переходы Ну вы знаете Физику этих переходов Знаете Темп этих переходов Да Через Сколько вам минут Нужно подождать Чтобы система была В этом Ставили В этом Или в этом Или в этом Или в этом Да Есть темп Он определяется Значит Ну вот Взаимодействием В данном случае Его можно переписать Если говорить об этой модель Через эти константы Взаимодействие И масса Вот Теперь На входе Что у вас не было Стерильных метрин У вас есть активная Вот и функция распределения А вот здесь стоит темп Это темп слабых процессов Смотрите У вас система Которая переходит С уровня на уровень Вот так двигается Да При этом один уровень Ни с чем не взаимодействует А второй уровень Спазмы взаимодействуют Иногда И если В тот момент Когда вы на этом уровне Находитесь Эта частица Про взаимодействовала Этот волновой пакет Сразу понял Что он Слабый Он сколлапсировал сюда Так А осцилляции прекратились Поэтому Вот эта вероятность Пронажается на темп Этих процессов Все А вероятность осцилляции Описывается вот такой формулкой Это значит формулка Которая получается Роб Вот вчера было обсуждение Нитрина Взаимодействовала со средой И там были такие диаграммки Нарисованы А где разность квадратов масс В этой формуле Разность квадратов масс Стоит вот здесь Потому что Здесь считается Что стерильные нитрины Имеют массу Много большую Чем активных нитринах И здесь Поэтому активные Минус ма Активные нитрины Здесь стоит масса Стерильного нитринах Вот Значит И эта формула Она прям Формула обычных Асцилляций Активных нитрина Значит Например Я даже гугли в вакууме Но есть среда И в среде есть поправочка Вот поправочка Которая Содержит вот такой ВА Это потенциал В среде Который вот вчера Был так вот Проиллюстрирован Вот такая Вот такой вот диаграмм Здесь была одетая Такая Значит Одетая частица Проходила Эти частицы В плазме Так Ну и вот здесь Вот значит В точности Вот эта формула Прямо Один в один Только Вот поправленная На то Что смотрите Вот этот кусочек Он вот другой Он не ДПДТ А вот с таким вот эффектом А так все В точно так же То же самое Все вот эти вот Потенциалы Известные Даже Значит Были по-моему Выписаны Вчера Значит Можно это сюда Подставить И вот Это уравнение Решить Прямо Принтегрировать Так Значит Вот Попробуйте Каждое Делать Здесь интересный ответ Знаете Какой интересный ответ Сейчас Интересный ответ Стоит вот в чем Значит Это вообще Это уравнение Бульсмана Ну сложное Тут Т и П Стоит Да Время И импульс Вот Вот оказывается Поглядев на него Можно сделать Замену переменных Которая Придет Это уравнение Значит К виду Более Ну смысле Где будет Одна Всего переменная На самом деле Интегрирование И Значит Вот Интеграл Который требуется Взять Он будет зависеть От переменной Так сказать Как бы Он будет зависеть От переменной Которая От времени Или от эффективной Константы Которую вы здесь Ведете От эффективного Параметра Он от него Не зависит То есть У вас Окажется У вас Оказывается Ситуация Здесь Вот температура Температура Вероятно 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 Зависит От энергии От температуры От чего-то Но Конечный Результат Форма Абсолютно Такая На промежуточных Этапах Форма Разная Но в Конечном Результате Будет форма Абсолютно Один Очень красиво Поэтому Я рекомендую Если кто-то любит Сравнение Повозиться Повозиться С этим Уравнением Нужно угадать Замену Вот А что Поэтому Форма термальная А что Нетривиально Нетривиальный Просто множитель Который Стоит Перед этим Фактором Он Конечно Не Тот Который Дается Распределением Ферме Ферме Он Ну Другой То есть Форма термальная А Количество Нетермальное Это Как у вас Вот Мы говорили Что Значит Форма остается прежней Если посчитать фотоны То и форма одинаковая Я все наставил И форма одинаковая И количество Вот в точности Дается одним параметром Температура Здесь форма Такая Как в термальном спектре Можно характеризовать Температурой А количество Другое Значительно меньше Значительно меньше Там создается Вот А форма для чего нужна Мы сказали Есть проблемы На малых масштабах И форма позволяет Вам скорость определить Скорость Среднюю скорость Эти частиц Может быть Они Они поскольку Рождаются в плазме Их все равно Их импульсы Порядка импульсов В плазме И поэтому Может быть Вот эти ребята Тоже Один кандидат На роль Частиц Который Может решить Проблему На малых масштабах Вот Если это проблема С распределением Темной материи На малых масштабах С отсутствием С небольшим количеством Камериков Долгоголадки Должны быть Тысячи А на самом деле Мы наблюдаем Сто Вот всякую Такую штуку Ну вот Эти частицы Ищут За счет Поиска Эти фотонов Прилетающих Нам отсюда Из разных мест В том числе Ищут Глядя на Распределение По импульсам Изучая Аккуратно Какие структуры Здесь расположены Распределение По скоростям В зависимости Какие-то Есть параметры Модели Смешивание Масса В общем Как бы Ну вот Такая тоже Есть Кандидат Самый простой Кандидат Который Существует И он На самом деле Очень Самый простой Очень забавный Много чего Может сделать Вот такой вот Значит Берем стандартную модель Доволим скалярное поле Вот тут стоит С квадрат Значит Ну В принципе Самодействие Еще добавили Какие есть параметры Ну вот Константно Вот это Ну может Константно Самодействие И вот Параметр Мю Который Стоит Здесь Ну Масса Да Вот в такой Модельке В зависимости От того Какие параметры Вы выбираете В разных наборах На этой модельке Можно Решить Разные проблемы Которые Как бы Мы тут Обсуждали И формулировали Можно подобрать Параметры так Что Эта частица Будет Темной материи Да Она будет Рождаться В ранней Вселенной И уничтожаться В ранней Вселенной За счет Взаимодействия С х-скими бозонами Вот 4-х точка Да У вас х-сковский бозон Х-ск, х-ск, скаляр-скаляр Так же аннигилирует Так же рождается Да Одна актевой вершинка Сечение Такую штуку Посчитать Может каждый Да Прямо сразу написать Может быть даже с пиами Я не знаю Как это у нас Вот И подставить В соответствующую формулу Ну найти Какая должна быть Константа самодействия Чтобы рождать Нужное количество Частиц в темной материи Вот А можно для другой штуки Это использовать Тут я говорил Здесь фазовые переходы Так сказать Не сильно первого рода А было бы здорово Если был первого рода Вот Ну можно подобрать Так константы Что будет первого рода Переход Вот Более того Значит Можно даже подобрать Так константы Сейчас я посмотрю У меня здесь есть Слады или нету Нету Значит В стандартной модели Есть такая Ну не то что она проблема Но если говорить о более ранней вселенной То электрослаблогия Это проблема Вот Вот этот Замечательный потенциал Может быть обсуждали Я не знаю Где-нибудь на лекции Что вакуум нестабильный Стандартной модели Слабый Вот этот электрослабый вакуум Это неправильный вакуум Из него будет когда-нибудь Тунелирование Обсуждали, нет? Что? Что-то не выводилось Ну смотрите Было в лекции горожан Примерно стабильный вакуум Смотрите Вот это вот Значит Вакуум Такой перевесный Теперь вы начинаете Поправки вычислять И в стандартной модели Выясняется Что Ой О, классно Сейчас подождите Ой В стандартной модели Выясняется Что Эти поправочки Начинают Модифицировать Этот потенциал И для тех Значений Массы Хиггсовского Бозона Или константа Самодействия И массы Т-кварт Или константа Викавского Взаимодействия Этот потенциал Если вот здесь 100 гф Вот так вот И вот И становится Отрицательным Это происходит Если взять Центральные значения Где-то на масштабе 10 в 11 гф Ну и вот Вот там Вот там Настоящий вакуум Ну Опять На эту картинку Посмотрев Вы когда скажете Протенулируем Отсюда сюда Люди посчитали Это Если вот такая Прям теория Больше никого нет Протенулировать Это 10 в 20 10 в 200 лет То есть Ничего страшного Нету Значит У нас до этого Случится Солнце Гранеда Вот Много чего Да Вот Но Если мы говорим О ранней вселенной То вот Что происходит В эпоху Когда температура больше Или когда мы Где-то вот Такими энергиями Оперируем Это вопрос Так В данном случае Я не об этом говорю Я говорю следующее Что Значит Вот Вот это произошло Каким образом Константа самодействия Эффективная Значит Константа самодействия Эффективная Как масштаб Значит Здесь Мю Но и мю Это Принимает значение Поле фи Если мы обсуждаем Эффективный потенциал У нее есть Два вклада Основных Доминирующих Один вклад Положительный Это вклад Лямбда-квадрат С ним самим Любимым связанным А второй вклад Отрицательный Он Значит Юкауа в четвертой Так варка Юкауа в квадрате На лямбда Вот такой вклад Ну И он Они Отрицательный Знак Вот тут Не верю Вот точно Значит Теперь Смотрите Когда Юкауа Большая Эта штука Старается ее Сделать Отрицательной Тут важно Что Что Эта Правая часть Уравнения Квантовой Поправки Не пропорциональны Лямбде Они Не пропорциональны Вот эта вот штука Да Она сама по себе Сама по себе Юкауа с генеритом Лямбда-фи-4 Вот это положительное Это отрицательное И вот Стандартной модели Подставив Начальные условия Как дает нам Большой дронный коллайдер Мы получаем Вот такую картинку Была бы Лямбда побольше Ну и Нормально было бы Была бы Юкау поменьше Тоже было бы нормально А так вот такое Значит Если вы введете Вот такую вот Новую константу Это скалярное Скалярное взаимодействие Скалярная частица Эта скалярная частица Дается туда вклад С плюсом Ну и вы Вот эту проблему Ну и есть эта проблему Можете решить В этой модели То есть вот такая вот Той модула Она позволяет Выбором параметров Решить ту или иную проблему Но не все три сразу Ну вот Самый простой вариант Который как бы Тут все можно посчитать Тут Ну не сложно Здесь скалярное Это Самое простое Что может только быть Здесь все можно посчитать Можно конечно найти Статьи Хотя вроде бы простая моделька Статьи Изучения этой модельки Статьи очень много Те или иные аспекты Поаккуратнее Поточнее Вычисляют Смотрят И так далее Вот это как вариант И на темную материю На решение Сделать Фазовый переход Первого рода И на Выправление Вакуума Если нужно его выправить Так Наверное Наверное Все Вот на тему Темной материи Да Может быть Тогда еще Какие-то Вопросы Или Нет уже Да Нет Время есть А есть Просто есть Следующие Конечно Да Отлично Не до первого А до окончания Нет Нет Я понял Ага Так Но в принципе Предполагалось Обсудить инфляцию И разогрев А потом Там еще Галилеона Значит Галилеона Вот точно не обсуждаем Разогрев Наверное Тоже не обсуждаем Можем обсудить Инфляцию Теперь Значит Скажите Это вообще Очень популярная Тема И Может быть Так сказать Более-менее Вы о ней знаете И мы можем Обсудить Какие-нибудь Аспекты Этой темы Так Или не знаете И мы тогда Обсудим Какие-то Проблемы Которые Эта штука Хочет решить И Как это решить Можем Даже Без форум Можем С форум Можем Со слайдами Можем Сколько угодно В любом Варианте У нас с вами Только Видите Ограничения В виде 15 минут Я очень Извиняюсь Я Требую Не влаживался Требую Количество Времени Ну Какие Ну еще Немножко Время На семинаре Я понимаю Значит Ну хорошо Давайте тогда Я буду Как-то Говорить А вы Мне В какой-то Момент Прервайте По Прям Непосредственно Сказанным Или По Несказанным Относящимся К теме Хорошо Значит Смотрите Вот В этой Замечательной Теории Которой Мы Обсудили Есть Много Проблем Ну В смысле Как Ну Самая Казалось Явно Кличащая Мы С вами Взяли Гравитацию Стандартную Модель И чтобы Вот Но Как-то Нам Это Так Легко Далось Потому Что Одна Выглядит Очень Похожа На Константу Такая Вообще Как бы А Вторая Ну Просто Новые Частицы Добавили Стабильные Это Вообще С точки Дерни Физики Частиц Слава Бог Вот Поэтому Тут Модификация Физики Частиц Ну Очень Хорошо Вот Но Есть Другие Проблемы Которые Так Просто Не Решаются Их Ну Значит Они Разные Есть Проблемы Просто В этом Подходе Вот Проблема Горизонта Энтропии Плоскостности И прочее Это Значит Ну Там Может Соответствующую Формулу Привести Но Это Очень Простые Проблемы Вот Помните Мы Говорили Что Как-то Странно Горизонт У нас Размер Причинно Связанной Области Растет Быстрее Чем Физический Масштаб Если Мы Говорим Образование Водорода В причинно Связанной Более-менее В один Момент Времени А рядом Другой кусочек Вселенной Здесь Другая Причинно Связанная Область И вообще Говоря В другой Момент Времени Произошло Образование Водорода Теперь Следующий Момент Времени Пространственные Масштабы Растут У нас Медленнее Чем Горизонт Чем Область Которую Я вижу Я В следующий Момент Времени Вижу Эти Части Я Сегодня Вижу Тысячу Кусков На сфере Которые Не были Причинно Связаны В эпоху Рекомбинации При этом У них Одинаковая Температура Это Странно Это В этой Модели Не Объясняется Это Нужно В самом Начале Заложить Чудовищную Каким-то Образом Связи Между Кусками Не Бывшими В связи Это В рамках Теория Горячего Большого Взрыва И Сингулярность Даже Сингулярность Как-то Закроете Значит Не Объясняется Энтропия Мы С вами Вывели Формулу Сохранения Энтропии Энтропия В сопутствующем Объеме Сохраняется На фундаментальном Вывели Теперь Мы Берем Эту С вами Формулу И Транслируем Назад По времени Мы Берем Энтропию Суммируем Энтропию Которую В нашем Объеме Видимом Будет Число 1088 Дальше Начинаем Этот Объем Назад По времени Смотрите Каким он Был Раньше А Объем Количества Энтропии Внутри По-прежнему Сохраняется Можем Это Тянуть 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 Даже До планка Не нужно Дотягивать Дотянем До какой-то Размера Которая Отличает Плотность 1016 Вы Видите Совершенно Чудовищная Веча У вас В планковской Ячейке Будет Количество Энтропии Заметанно Больше Единицы Совершенно Непонятно И более того Эти частицы Другая История Откуда Энтропия Изникает На термониамике Все В равновесии Мы увидели Что эти частицы В какой-то момент Не были В равновесии Но Они появились Там тоже Нет механизма Нет механизма Создания частиц Ни из чего Плоскостность Тут такая История Мы говорили Вот Вселенная Плоская Или не Плоская Сфера Гиперболоид Или что-то такое Но давайте Мы Вставим Возьмем Какое-то многообразие Странно Было бы ожидать Что прям Совсем плоско Но конечно Может быть Некоторые места Может быть Наоборот Очень естественно Это выделенный случай Потому что Если Кривое То с каким радиусом Это выделенный случай Просто плоско И все Точка Взяли А так В принципе Всякие разные Берем Ну и Когда вы берете Этот объект Изначально Какого он Размера должен быть Это же геометрическое многообразие У вас Из гравитации Только один размер Порядка Планковского То есть Вы бы ожидали Что кривизна Этого объекта Должна быть Порядка Планковского А если Порядка Планковского То Слопнется давно уже То есть То что мы сейчас Получили ограничение На кривизну Отвечает тому Что в ранней вселенной Вы взяли Многообразие Которое Чудовищно плоское Для меня не кривое Ну как-то странно Ну и не естественно Совершенно Ну очень много Такого рода проблем Потом есть проблема Значит Совпадения Всяких разных Вот этих Параметров Что-то Беремое вещество Только скотченной материи Еще что-то Еще что-то Такое там Хитратное Можно Вещи посмотреть В космологии Есть целая деятельность Значит Посвященная Сравнению Параметров Некие физические Параметры Которые В обычной физике Ну какая Казалось бы Какая разница Там больше Что-то Меньше Что-то Если их Немножко Подвигать Там окажется Совсем другой Результат Для выхода Вот того Что мы сейчас Видим В нашей вселенной Их называют Антропными В общем Ну много чего Есть В данном случае Вот к этим проблемам Которые Значит Почему такая Вселенная Плотная Плоская Однородная И изотропная Ну и В принципе К этому Исторически Люди пришли Вместе С некоторыми Другими Проблемами Одно время Были очень популярны Модели Теории Великого Объединения Когда у вас Константы Взаимодействия Собираются Вроде бы Видно Что вроде бы Они вместе Подходят Друг к другу Довольно Хорошо Возможно Это указание На то что Опять Некий Новый Фазовый Переход Происходил Новая Большая Группа Симметрии Еще Что-то Такое И Тогда Посмотрев На варианты Как это Можно Сделать Видно Что почти Всегда Когда Соответственно Мы теперь Обратно С высокой Группы Стартуем Вселенная Расширяется Большие Плотности Сначала Такая Симметрия Потом Спонтальное Нарушение Происходит Видно Просто По групповой Структуре То Оказывается Что в Эпоху Возможно Образование Дагестопологических Дефектов Конструкции Полевые Которые У которых Конфигурация На бесконечности Нетривиальная Там Вы возьмете Какой-нибудь Любимый Монополь Ёжик Когда у вас Это вы наверняка Монополию Изучали Сто процентов В твердом теле Вихре Этого самого Абрикосова Какого-нибудь Нет Значит Хорошо Для нас Для космологии Тут важно В этом Два аспекта Один аспект Это Тяжелые объекты Нерелетивистские Второй аспект Они стабильны Стабильны Просто Вот как Коклон Не согнут Так И Соответственно Если они Когда-то Образовались А вселенная Горячая То их Относительный Вклад Растет Со временем В инновационной Доминированной Стадии Полная плотность Энергии Единицы В четвертой А вклад Этих ребят Единицы На кубик Поэтому Их Относительный Вклад Растет 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 И в какой-то момент Они будут Доминировать Ну и хорошо бы казалось бы Темную материю Можем так сделать Да Вот Ну теперь Чтобы сделать Темную материю Давайте Прикинуть Как часто Они образуются Ну значит Естественный Сред Представление Вот у вас Потенциал Такой Температура Упала Потенциал Стал Такой Да В каком-то месте Поле упало Сюда В каком-то Сюда Но если Это вот Совсем Фи квадрат Моделька В смысле Скалярная Моделька Между ними Такой Кинг Образовался Так Это тоже Пример Топологические Структуры Доминная Сет А где Поле Упало Сюда Где Туда Ну как Где Вот у вас Есть горизонт Да Вот здесь Вот здесь Поле попало Сюда А там Она вообще Говоря Попала В другое Место Поэтому Топологических Дефектов Образуется В среднем Порядка Одного На горизонт В эпоху Когда происходит Фазовый Переход Ну сказав Такое Вы сразу Вот Сказав Такое Вы сразу Можете Прикинуть Что Масштабы Теории Великого Объединения Типа 10 В 15 В 10 В 16 В Приведут Вселенная Которая Померла Задолго До всех Интересных Процессов Которые Мы здесь Обсуждали С вами Потому что Эта темная Материя В ней Будет Доминировать Вот эти Частицы И такое Нам нельзя Позволить Себе А можно Позволить Себе Если Посмотреть Такие Маленькие Масштабы Что Эти Маленькие Масштабы Уже Исследованы Нами И там Нету Никаких Монополий Вот Ну вот Это тоже Проблема Так То есть Если Мы Теперь Хотим Думать Себе Что Все Так Наша Физика Не Су-3 Су-2 О-1 А что Это Более Такое Фундаментальное В каком-то Смысле То Там Более Менее В подавляющем Большинстве Моделей Предсказывается Появление Вот таких Странных Объектов Которые Выживают Из Ранней Вселенной И Могут Нам Здесь Испортить Всю Жить Это Была Одна Из Мотиваций Часать Репу Что Ж Так Сделать Вместо Этого Ну И Мотивация Независимая Так Получилось Что Они Решились Одним Механизмом Это Вот Я Говорил Что Если У вас Линейные Неоднородности Они Эволюционируют Не Перемешиваются Такое Но Все Пропорционально Этим Начальным Амплитудам Ну Начальные Амплитуды Нужно Откуда Взять Вам Нужно На Линейные Уравнения В самом Начале Что-то Нужно Дать Если Вы Ничего Не Положите Ничего Не Будет Это Нужно Откуда Что Пришло Это Была Проблема И В Стандартном Подходе Непонятно Откуда Что-то Может Прийти Но Вывод Какой Мы Рисовали Картинку С Вернее Горячего Большого Взрыва Все Из Проблема При этом У нас Есть Точка Бесконечная Плотность Ясно Что-то Неправильно Но Давайте Срежем Эту Точку И Перед Этим Когда Плотность С точки зрения Горячего Большого Взрыва Конечная Разумная Мы Вставим Новую Фазу Которая Это Дело Попытается Решить И К моменту Когда Вселенная Будет Горячая Вот Эта Однородная Затропная В ней Плазма И все Такое К этому Моменту Например Мы уже Эти проблемы Решим Мы уже Сделаем Себе Вселенную Причинно Связную На тех Масштабах На которых Мы наблюдаем Причинно Связную Очень простая Идея Состоялась В том Что давайте Мы в самом Начале Вот здесь Клеим Вот эту Стадию Деситера Как мы Сейчас Наблюдаем Вроде На нее Переходим Экспоненциального Расширения Если Мы Клеим Стадию Деситера Экспоненциального Расширения Тогда За небольшое Время Обеспечим Причинно Связную Область Чудовищных Размеров А потом Эта Область Чудовищных Размеров Она Будет Нами Наблюдаться Из нее Будет Только небольшой Кусочек Наблюдаться Вот Эта Проблема Горизонта Такая Иллюстрация В этих Конформных Координатах Вот Причинно Связной Области В какой-то Момент Времени Мы Наблюдаем Кусочков Вот это Причинно Связной А между Собой Нет Это Проблема Теперь Чтобы Решить Мы Делаем Вот Такое Берем И Экспоненциально Раздуваем Сколько угодно Маленький Кусочек Экспоненциально Раздуваем Неважно Какого размера Берем Условно Планковскую Ячейку Считаем Что в ней Внутри Но все Нормально Раздуваем Экспоненциально И То Что мы Видим Сегодня Это Лишь Небольшой Кусочек Экспоненциально Раздутой Области Одно Ничего Единственного Что все Причины Связаны И все Одинаково Это Такая Иллюстрация В этих Оформных Координатах Этого Процесса Прям Как бы Решение Деситерское Решение И Была Такая Идея Очень Понятная Теперь Смотрите Если У вас Был Кривой Мир Шарик Или Гиперболоид И вы Взяли Экспоненциально Раздули Ну И Сегодня Смотрите На Это Ну Конечно Он Плоский Для Вас Он Чудово Вещего Размера Вы Видите Маленький Кусочек Плоский Мир Конечно Это В этом Смысле Предсказание Эта Идея Такое Мощное Предсказание Эта Идея Такое Качественное Что Мир Абсолютно Плоский Экспоненциально Если Такая Была История Предложили Такую Вещь Понятно Да Теперь Все Причина Связана И Все Хорошо Но Теперь Представим Себе Что Надо же Закончить Эту Стадию Как Ее нужно Закончить Ее нужно Завершить Этот Экспоненциальный Рост Нам же Нужно Потом Разогреть То есть Мы Решили Часть Проблем Но Например Теперь У нас Вселенная Абсолютно Пустая Потому Что Если У вас Был Какой Газ До Этого Экспоненциально Раздулось Все Температура Экспоненциально Упала Частицы Одна От другой Отлетели На экспоненциально Большие Расстояния Взяв После Этого Любую Остановив Эту Фазу Взяв После Этого Любой Размер Порядка Габловского В ту эпоху Вы Ненавид Там Ничего Она Пустая Нужно Разогреть Нужно Теперь Сгенерить Терапию Если хотите Решить Проблемы Терапии Энергия Раздувала Вселенную Почти Экспоненциально Потом Она Как-то На работу Напреди Потом Она Перебутылилась И родила Частицы Стандартной Модели Первая Инфляция Вторая Называется Разогрев Брехитинг Нужно Два Таких Момента Сделать После Этого Пустую Вселенную Нужно Разогреть Ну И В принципе Это Достигается Можно Отдельно Обсудить Сколько Должны Длиться Прочее Всякие Разные Оценки Можно Пронести Это Достигается Динамикой Скалярного Поля И Значит Работающий Работающий Вариант Стоит в том Что у вас Есть Скалярный Потенциал Какого-нибудь Вида Такого Или Такого При этом Значит Ну Напишем Уравнение Движения На вот Такой Не затеяли Мы его уже Много Раз Писали Так Теперь Будем Решать Это Уравнение В другом В другом Режиме Мы решали Так Что Значит Вот здесь Например Масса И вот Это Слагаемое Доминирует Над этим Или Мы решали Когда Вот это Слагаемое Доминирует Над этим А мы Теперь Будем Решать Слагаемое В режиме Когда Вот это Слагаемое Самое Маленькое Его Выкинет С точки Зрения Этого Уравнения Считая Что Здесь Какой-то Потенциал Фе-степеня Альфа Это Анаграммонический Осциллятор Какой-то У нас С вами Вот это Трение Анаграммонический Осциллятор И Это Режим В котором Трение Такое Большое Что Ну Вот У вас Обычно Вот такие Затухания Происходят А здесь Он Колебать Не получается Колебаться Не спускается Система Согласована Потому что Вот Есть одно Скалярное Поле И Есть Уравнение Значит Нашего Фридмана И Говорим Что Поле Медленно Никуда Не колеблется А медленно Сползает То Уравнение Фридмана Здесь Киметического Слагаемого Здесь Потенциальное И Оно Большое Оно Определяет Большое Трение Это Трение Правда У нас С вами Так Большое Большое Значение Поле Медленно Медленно Скатывает Сползает Вот сюда Медленно Медленно Сползает Это Примерно Потенциал То есть На самом деле Это Более Менее Здесь Константно И Более Менее Параметр Хаббл Постоянный И Мы Более Менее Сделали Себе Инфляционную Стадию Постоянный Хаббл Экспоненциальный Рост Но Поскольку Все Сползает Немножечко То В какой То В этот момент Поле Уменьшится Потенциал Уменьшится Условие Того Что Это Страшное Трение Пропадет Ну И Поле Начнет Колебаться Вот здесь Внизу И Так Инфляция Закончится То есть Хорошо Такую стадию Организовать Но Хорошо Из нее Еще Вы Здесь Очень Естественно Выходит Вот Тут Колебляется Это Поле Это Стадия Нашего Экспоненциального Роста Вот Это Вы Вы Вышли На человеческую Ситуацию Когда Нормальная Уже Эволюция Если У вас Здесь Эффективно М квадрат Си квадрат Этот потенциал Весь Нуля Разложили То Это У вас Доминирование Как будто Пылью Для вселенной Это как будто Вы вышли На материально Доминированную Стадию Вот Ну Теперь Что вам Нужно Сделать У вас Вселенная Однородная Затропная Все Хорошо Но В ней Энергия В каком-то Скалярном Поле Нужен Частицы Ну Нужно Написать Взаимодействие Этого Скалярного Поля Опять Вот Такого Например Типа И Это Внешнее Поле Которое Колеблется И Оно Будет Рождать Частицы Так Вот Прям Как В Классической Механике Внешнее Поле Рождает Осцилляцию Рождение Частиц В данном Случай Стикинских Бозонов Подставили Константу Посчитали Нашли Время Когда Температура На это Происходит И Вот С этого Момента У вас Появились Хиксовские Частицы Посмотрели Темп Взаимодействия С другими Это Слабый Темп Мы Помним С вами Что Слабые Процессы В равновесии Начиная С 10 14 Г Эффективно Через Плотность Энергии Меньше Чем 10 14 Г Эти Хиксы Тут же Все остальные Частицы Народили И У вас Полная Плазма С Числом Степени Свободы Сотни Это Вариант Реализации Полной От Институционной Модели До Разогрева До Горячей Стадии Дима Извини Пожалуйста Где Большой Загр В этой Кротике В этой Пестике Где Большой Загр Или Он Немнож Бесконечной Плотности Энергии Здесь Нет Здесь Бесконечной Плотности Энергии Здесь Вот Если Говорить Про эту Стадию Вот Если Была Без Инфляции Казалось бы Самосогласован Нужно было бы Решать Систему Уравнений Фридман И скалярного Поля Я так Решал Фридман И скалярного Поля Там было Написано С правой Стороны Был Фридман Ты решал Скалярное Поле Нет Нет Сейчас Вот Скалярное Поле Вот Фридман А вот Скалярное Поле Это Самосогласово Решение Это Все вместе Здесь два Он доминирующий Это доминирующий Компонент Я просто говорю К тому Что После этой стадии Нужно учесть Что на самом деле Здесь Полного Граждан Есть еще Взаимодействие Фи Например С Хиксом Которая Куда Делась Сингулярность Уравнения Решения Мы знаем Что Сингулярность Пару Лекций Назад Нам Рассказывал Но Эта Сингулярность Сейчас Смотрите Эта Сингулярность Вот Эта Сингулярность Она В случае Если вы Считаете Что Уравнение Фридм Как Здесь Нарисовано Оно Справедливо Вплоть До Ро Бесконечности Здесь Вот Этого Куска Его Нет Я его Обрезал Вот Если Я продолжал Горячую Вселенную Вот Эта Штука Ушла Вот Сюда Бесконечно Я Кусочек Обрезал Где И сказал Что Нет Не было Бесконечности Была Конечная Энергия Но Она Была Сырным Со Скалярным Полем Тогда Начало Оно Вот Такое Там Нет Сингулярности Но Когда-то Это Экспоненциальное Решение Заканчивается Поле Начинает Буть Человеческим И На самом деле Выход На Типа Материал Думинерной Стадии Но Мне Теперь Нужно Перекинуть Энергию С точки Зерения Вселенной Все равно Энергия В скалярном Поле Или В этих Наших Частиц Ей Фиолетово А Нам Это Не Все равно И Нам Нужно Организовать Процесс Перехода Энергии Из этих Частиц В наши Частицы Вот Это Разогрев А Все После Этого Горячая Стадия Как мы Писали Вот Этот Кусочек Вырезан И Вырезан Совсем Другим Началом Абсолютно Другой Историей Тут Скорее К этой Историей Приклеена Горячая Стадия Вот Ну Такая Как бы Идея Опять Значит Я понял Что это Самое По времени Да 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 Там Два лица Смотрят На меня Сукаризной Нет 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 Там Второй Снизу Вот Но Как бы Такой Очень Интересный Момент Здесь Произошел Люди Хотели Вот Этот Сюжет Решить Но Одновременно Они поняли Что таким Образом Да Смотрите Если Вот Так Как я Рассказал Все Как я Рассказал Эту Штуку Проверить Нельзя Единственное Предсказание Что мир Экспоненциально Плоский Но Это Мы Сказали Что Если Он Не Экспоненциально Плоский То есть Единственное Предсказание Этой Теории Проверить Нельзя Любыми Много Нужно Моделей Параметры Все Что Угодно Все Это Сделает Проверить Нельзя Но Оказалось Интересным Образом Что Если Посмотреть Флуктуации Вот Этих Полей Которые Поле Флотона Причем Стартуя С условий Когда Неоднородности Очень маленькие Много меньше Горизонта Где Уравнение Почти Свободное И Эти Флуктуации Можно Прямо С ограниченными Условиями Квантовой Флуктуации Стартовать Эти Флуктуации Ведут Себе Интересным Образом Они Начинают У них Амплитуда Понятное Дело Падает Когда Длина Волны Растет И Они Доходят До Размера Порядка Горизонта И В этот момент Амплитуда Замораживается Помните Я вам говорил Что Неоднородности Пока Длина Волны Больше Горизонта У них Постоянная Амплитуда Вот Это То же самое Уравнение То же самое Свойство Амплитуда Замораживается Длина Волны Экспоненциально Растет Амплитуда Фиксирована В результате Если вы Посчитаете Число Квантовых Состояний Оно Экспоненциально Большое Эта штука Превращается С квантового Поля В классическое И это Источник Неоднородности Который Предлагается В инфляционных Модель Вот Тех самых Неоднородностей Которые Мы Потом Запускаем И они Нам делают Неоднородности В фотонах В барионах Структуры Нам образуют Вот Если Такое Предположить Спектр Неоднородностей В модели Вычисляется Он зависит От параметров И тогда Инфляционные Модели Можно тестировать Обычно Когда говорят Инфляция Это наша Ранняя история Подразумевает Вот такую Связку Инфляция Решает Эти Проблемы И обеспечивает Спектр Неоднородности Которые Мы С вами Видим В Реликтовом Излучения В распространении Структур Это такая Идея Это Доминирующее Направление Все люди Предлагают Новые инфляционные Модели Особенности Как бы еще Проверить Генерацию Гравитационных Волн Черных Дыр Много чего Пытаются Какие-то Новые Предсказания Дополнительные Потому что Моделей Оказывается Много Которые Предсказывают Ровно Такой Спектр Люди Уже Долго Ждали Теоретически Придумывали Много Мотивированных Не очень Мотивированных Разных Вот Но Интересно Но в принципе Есть и альтернативные Варианты И альтернативные Варианты Решения Проблемы Как бы Начальные Вот почему У нас Мир однородный Инотропный Там есть Какие-то Модели Значит Дышащих Вселенных Баунзинг Универс Еще что-то Такое Есть альтернативные Механизмы Создания Неоднородности Но как правило Они довольно Развязаны Друг Друг То есть Разные Механизмы Решения Ну как бы Разных Проблем Ничего в этом страшного Нет Но здесь Общий механизм Это красиво Вот Более того Значит Здесь есть Некое Общее Естественным Образом Получающееся Предсказание Как выглядит В первом Порядке Спектр Он плоский Именно Плоский Спектр И наблюдают То есть У него Неоднородности Длин Десятых Декадных Длин Волн Каждый Логарифмический Интервал Дает Одинаковый Вклад В полную Мощность Такой он Плоский В этом смысле Вот И это Очень красиво Но здесь Тоже есть Много Проблем И в инфляционных Модельках И в инфляционных Моделях Например Люди Обсуждают А насколько Теоретически Аккуратно Это дело Все предсказывается Потому что Часто В моделях Этих Ну Величина Скалярного Поля Больше Планковского Ничего страшного При этом Плотность энергии Меньше Но Сам потенциал Какой-нибудь Такой Вот От руки Написано Не ФИФ Четвертый А там Какой-нибудь Чосинус Или еще Что-то Такое А насколько Это Стабильно Относительно Квантовых Поправок Откуда Вообще Такое Возникло А как Гравитация Там Большие Полотности Энергии Насколько Гравитационными Вкладами Можно Пренебречь Насколько Предсказания Которые Так Вот Делаются Классические Уровни Они Релевантны Не Находится Теория В сильной Связи С той Лидовой Точкой Зрения То есть Много Здесь Разных Аспектов Люди Это Активно Изучают Там Даже Чисто Такие Квантовые Теоретики Кватов Полевые Подходы Для Ответа В этих Вопросов Они Очень Востребованы Сейчас Люди Это Активно Изучают Спасибо Очень Интересно Давай Ну Тем Не Менее Если Какие Такие Ну Проясняющие Проясняющие Суть Вопросов Ну Может Вечень Это Очень Интересное И Действительно Некий State Of Art На Сегодняшний День Давайте Войн Прошу Рас Хотел Насколько На ваш взгляд Является Состоятельная Дробная Аргументация Объясняющая Многие Вечи Сказная И С Докрем Сутбизм Из Прошу Состоятельная Ну Это Скажем Сложно Этот Аргумент Закрыть Единственное Что Вот Сложно Закрыть Аргумент Оно Так Потому Что Так Это Не Убивание Ну Значит Вот Так Вот Оно Так Может Так Значит Ну Я Не 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 С Антропным Принципом Может Все Знакомы Такая Философская Вещь Но Которую Можно Сформулировать Иногда Так Что Если бы Было Не Так Если бы Параметры Были Не Так Или История Была Не Так Далее То Не Было Того Кто Задает Этот Вопрос Дурацкий Да Потому Что Тогда Все Сложилось Так Что Звезды Не Образовались Людей Не Было Совсем Мир Был По-другому И Поэтому Такой Вопрос Не Очень Осмысленно Но На самом Деле Не Все Параметры Антропные Вот Например Параметр Тета Который В ЦП Проблеме Он Там 10 Минус 9 По Факту Меньше Чем 10 Минус 9 Его Не Нашли Там Он Дает Вклад 10 Минус 9 Теперь Предположим Что Мы Не Решаем Это Каким То Механизм Аксиод Предложение Решить Другим Способом Какая Моделька Это Антиантроп Стандартный Способ Ввели Какой Механизм Который Решает Эту Проблем Давайте Мы Не Будем Это Делать И Говорим Вот Есть Число Оно Таким Оказалось Ну Почему Такое Число 10 Минус 9 Издаем Себя 10 Меньше 10 Минус 10 И Издаем Себя Вопросом Представим Себя Что Оно Не Такое А Больше На Что Ничего Повлияло Ну И Если Повлияло То Это Антропная Штука А Если Не Повлияло Так Вот Это Число Тета Которое Там Стоит Может быть 0.1 Совершенно Безболезненно Он Даже 0.3 Ни 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 процессы Ядерные Ни на что Ни на что Ни на что Ни на что Не повлияет Хотя Нарушение ЦП Будет На уровне Единицы Значит По какой-то Момент Оно Повлияет На процессы С нейтроном Когда Оно Будет Порядка Единицы Там Некоторые Пойдут Люди Отдельно Изучали Этот вопрос Так Вот Вот Пример Параметра Который Неандропный Ну Это Против Этого Почему Против Может Просто Настройка Не такая Тонкая Где-то Там Утро Узель Для этого Параметра Не такой Это Вы имеете Ввиду Ну Нет Тогда Нет Ну Более Того Тут Один раз Уже Обсуждали С горожаном 10 В пятисотой Степени Вакуума Из Стринг Сферы Или На самом деле Интересно Было Вот Как И мы Случайно Где-то Оказались И мир Такой Как Он Есть Там Потому Что Мы Там Вот Теорию Строите Вы Предлагаете Какое-то Решение С аксионом О Предложили Решение С этой Проблемы Сделали Предсказание Существования Аксиона Его параметров Которое Можно Проверить И если Подтвердиться Этой частице Не подтвердиться На помойку Так Вот Интересно Было бы Встав На точку Зрения Тропного Принципа Предложить Какие-то Предсказания Какие-то Выводы Сделать Которые Можно Было бы Проверить В пользу Или Против Этого Аргумента Вот Для меня Тето Это Против Этого Аргумента Но Возможно Это Недостаточно Так Поэтому Вот Это Было бы Интересно Если Такого Принципа Который Априори Вроде Не проверяем Но Тем Не Менее Предложить Вот Что-то Вот Это Было бы Здорово Нет Ну Если Предсказываешь Что Мы Случайно Сели В этот Вакуум А Теперь Мы Предсказываем Вероятность Того Что Мы Еще Можем В другой Вакуум Из Этих Десять Перескочить Другой Вакуум Все Сломается Перескочить Другой Вакуум Да И Если Вот Этот Вот Нет Ну Что Небудь Ну Я Не знаю Хоть Что Небудь По Ну А Как Ну Ну Почему Мы Оказались В этом Не Не Посмотрите Случайно Случайно Почему Случайно Ну Это Говорит Стринг Сферы Я Не Предполагаю Ну А Если Вы Предполагаете Отропный Принцип Ну Нет Замечательный Принцип Он Неубиваемый Ну Тогда Нам Просто Надо Разойтись Пересад Чем Да Наука Заканчивается Наука Все Мы Сильные Смотря какие Вопросы Конечно Задавать То есть Вот Если Вы знаете Теорию Великого Обвинения Фундаментально Вы говорите Чуть У нас Три Константы Разные Калибровочные Тут Вам Говорят Нет На самом Деле Одна Они Просто Нарушились Вот так Вот Клепши Я Просто Говорю Да Антропному Принцип Удовлетворяет Или Нет Вот Есть Закон Он Вот Падает Да Некий аргумент Вот Например Почему Мы В Трехмерии Живем Значит Ну вот Если У нас Такая Гравитация Отвечает Ну в принципе Такой Типа Теория Они В других Измерениях Были Гравитация Была бы То Планетарные Системы Они Только У нас Могут Быть В Пятимерии Не Был бы Планетарных Систем Ну и Как бы Если Мы Считаем Что Для Жизни Все Нужно Греться Вот Ну вот Это нам Нужно Да Потом Почему Не в двумерии Живем Нет Я знаю Такой Аргумент Значит Питаться Питаться Да Чтобы питаться Значит Что Еда Входит Да И тут В двумерии Деваться Некуда Чтобы Она Вышла Вот Такое Образуется Но И тогда Это Не связанная Система Значит Такие Зберушки Они Должны Также Поедать Это В общем Ну Вы могли бы быть Кишечнополосными Ну вот Этими Самыми Полосными Да Обычно В пользу В пользу Трехного Принципа Это В пользу Это Говорит Что Да Мы Только В трехмерии Мы Не В двумерии И Не В пятимерии Не В двумерии И В четырехмерии Ну С точки Зрения Пространства Мы Не В двумерии И В четырехмерии В трехмерии Какое Объяснение Иначе Были А Совсем Немое Такие Существом Может быть Очень хитрые У нас сейчас Обед И Мы Можем В эти Славные Дискуссии За обедом Продолжить Ну Давайте Поздравляем Ну И Еще Сегодня У нас Семинар Добро Семинар Семинар